Как определить профессионалов от непрофессионалов? Первое. И главное отличие профессионалов от непрофессионалов. Если это не пешка, а если это профессионалов. Степени различия. Профессионалов от непрофессионалов отличается степень различия. Профессионал видит разницу там, где аттилетант разницы не видит. У вашего монитора у него IPS матрица или MPS матрица? Профессионал знает разницу. Не профессионал, нет. У скимосов было больше 20 названий снега. Они отличали один снег от другого. Почему? Потому что... Просто снег нет. Потому что тут олени пройдут, а тут олени нет. Выживание. Сомелье берет бокал вина, пробует, он говорит, бархатный вкус, весенний послевкусие, вишневая косточка послевкусие, нотки аромата. Понимаете? У меня ситуация, приезжает к нам французский специалист, тренер, читает тренинг. Одна у нас девочка из конторы, ему очень понравилось все. Он принес вино, дорогое вино. Там прощальный вечер, принес дорогое вино. Но он как бы для всех принес. Он очень хочет налить и ей. И она ждет, когда он что-то нам скажет. И я говорю, ну как? Она пробует. Спроси ее, как? Я говорю, ну как тебе? Он говорит, ставлю че. А я говорю, понравилось, но очень хорошо. Почему? Потому что критерий у дилетанта какой на вино? Ставлю че или не ставлю че? Профессионал объясняет, вот это так, вот это так, вот это. Он видит разницу. Он видит разницу. Я смотрю в Евровидении. Я смотрю на Евровидении. Что я понимаю? Я понимаю, ага, это кран работает слева. Вот кран, поехал, поехал, поехал. То есть удовольствие идет в процессе? У меня вообще сомнительное удовольствие, да? Но к чему? Я не могу переключиться на вот эти вещи. Потому что, ага, а как они это сделали? А, вот, это стедикам. Почему? Потому что они не дали общий план социальный сразу. А дали потом крупный. Почему? Чтобы стедикамщик убежал в это время за колец. Да? То есть я понимаю, как это делается изнутри. Я понимаю и разбираюсь в нюансах. Я могу объяснить детали. Встретили. Я говорю, четыре с половиной часа. Все дали меня на продюсера. В свое время. Что спрашивали? Образ мышления. Что хотели разобраться? Опять же, у меня нет таких глубоких знаний. Но, что важно. Образ мышления. Как человек мыслит. А, смотри, вот такая вот задача. Что бы сделать? А, вот это, вот это, вот это. Могу применять. Я рассказал в перерыве историю. Человек приходит. Приходит девочка. Хорошо выглядит. Хорошо одета. Классно коммуницирует. Живая. Знаете, энергичная. Вот прет ее энергия. Хочет работать реально. Продавцом. Работает на результат. Я работала до этого. Вот это, вот это. Работала. В чем видишь смысл продаж? Я работаю на результат. Всегда надо там, ну типа, результатов. Важно. Для меня. Он меня драйвит. Меня драйвит. Какие деньги? Ожидания невысокие по зарплате. Я говорю, хочу бонус хороший. Ну, в процессе, на ваше усмотрение. Мы готовы. Я считаю, готовы. Хочу влиять на результаты своего труда. Классный подход. Понимаю, о чем говорим. Я говорю, слушай, а приведи пример вот конкретный. Что ты делаешь в продаже, которой ты гордишься? Она говорит, ну вот, пришла гламурная такая цепочка к нам в магазин. А продают вещи. Прошла такая гламурная цепочка. И понравилась ей вещь. А я смотрю, вижу, что ей нравится. Я говорю, слушай, а тебе так нравится? Она так тебе идет. Что ты не покупаешь? А я думаю, мама будет ругать. Очень дорого. Я говорю, слушай, ну ты вернешь потом. Маме покажешь, мама обалдеет. А если вдруг маме не понравится, значит, вернешь в магазин и вернешь деньги. Та приходит через три дня. Можно вернуть деньги. Она говорит, не, не, подожди, родная. У нас акция теперь на тебе еще, скидка. Мы по той цене уже не можем, а вообще не можем. И я это слышал, и я говорю, о-о-о-о, сразу нет. В мой бизнесе такой человек опасен. То, что она декларирует, звучит хорошо. То, что она делает на самом деле, мне не подходит. Она ее, я считаю, что, ну, у нее испорченное мировоззрение для меня, для моего бизнеса. Я подвешиваю бонус, когда мы подвесили бонус своим протестам, что мы заметили? Купал сервис. Они начали впаривать. При этом очень хитро. Они не врали клиентам. Они просто давали себя обмануть. Каким образом? Скажите, а в вашей программе вот это вот это может делать? Да, у нас совершенная программа. У нас современная программа. Они не ответили, им дали понять только куда. Клиент недоволен. В итоге нет. Клиент недоволен. Это мне обещали. Я к ним говорю, ну, мы не обещали. Это не точно современное. У него возражение. Понимаете? Подпишите его здесь. Бонус пришел. Мы сказали, продавцам мы не платим бонус. Слушай, бонус продавцы должны быть на проценте. Продавцы на проценте. Нет, у нас продавцы на ставке. Бонус падает только командно. И только с отложенной по времени. Когда клиент остался. Никогда клиент только пришел. Никогда подписал на тракт. Никогда деньги упали на счет. А отложенные. Ежегодные командные бонус падают. Но люди работают по стандартам. Люди работают по скриптам. Показатель. Ну, вопрос по показателям. Кто подписывал? Подписывает. Ну, или директор по продаже. Раз. Потом смотрит человек, который отвечает за образование. Ну, у нас так, за производство, грубо говоря. Почему? Потому что то, что говорят продавцы, должно совпадать то, что на самом деле в продукте есть. У нас, к сожалению, есть большая проблема между рекламой и реальностью. И тогда мы обещаем того, что мы не делаем. Посмотрите на, вот была заправка яркости была какая-то реклама. Я уже когда в Украине. Чувак, типа инспектор, приезжает на заправку. ТНК, ТНК. Проверяет. Все идеально. Там кофе, джик, там вода, пятна, вода, вот это. Я эту рекламу посмотрел. Еду. Не помню. Где-то там между, между Полтавой и, наверное, Днепропетровска. А сжать ДНК? Один пистолет, полный околон. Ужас. Туалет вообще, ну вообще ни о чем. Ужас, ужас, ужас. И естественно, когда есть совпадение, вызывает не доверие. То есть если не надо обещать, если не делают. Понимаете про что? Бренд должен совпадать. Я понимаю, что да, они недавно купили эту заправку. Да, я понимаю, что они еще повесили только название, они еще ничего там не успели сделать, да, не успели отремонтировать. Это нормально, но когда обещают, что они делают, это гораздо хуже. В моей ситуации это не допустим. Система бизнеса должна работать, но в итоге хорошо, когда есть конкурентость. Естественно. В любой большой компании есть разрыв между тем, что мы обещаем, и то, что мы делаем. Бывают ли в капы, конечно. Обязательно, если чем больше компаний, ну понимаете, тем больше претензий к качеству. Компания «Новая почта», есть ли претензии к качеству? Конечно есть. Огромная компания «Приватбанк», есть ли претензии к качеству? Конечно. Банк «Кредит Днепро», есть ли претензии к качеству? Никто про них не знает. Понимаете? Компания «Восточный экспресс», есть ли претензии к качеству? Нет. Бутиковый бизнес, понимаете? Можно создать один ресторан и сделать его идеально. Попробую открыть 200 ресторанов и сделать их идеально. Потери качества неизбежны. Что нужно делать? В моем понимании не выпендриваться, не обещать того, что вы не делаете, не создавать ожидания. Не создавать ожидания. Очень плохо, когда у клиента завышенное ожидание. Лучше, когда ожидания западают и даже чуть-чуть лучше. Вау. Да, пожалуйста. Вы сказали, что у вас ставка для продавцов. Да. Продавцы не буятят, когда реально растет объем их работы. Ну, это ж у нас какая-то базарная тема, что все в доме продавцы должны быть. В моей ситуации их объем работы не растет. Почему? Потому-то они работают в 8 в 6. Ну, это же отлично. С вашей точки зрения. От этого нет. Да. Во-первых, мы не набираем хищника. Мы набираем травоядных продавцов. Мы набираем травоядных. Все это значит. Они работают по стандартам. Я контролирую руки. Язык, но не контролирую голову. Я управляю на основании системы показателей. Что это значит? Вот то, что мы говорили. Помните, какие показатели для продажников? Какие показатели? Продавец должен делать 40 эффективных контактов в день. Не 80, не 150, не 20, 35, 40. Что такое эффективный контакт? Политические проблемы, все это знают. Эффективный контакт, когда я дозвонился, говорю по телефону и сделал презентацию по телефону. Да? Я договорился, если я позвонил и Виталию Ивановичу нет на месте, это не эффективный контакт. Эффективный контакт, когда я дозвонился. Это много. Да, пожалуйста. А почему 40? Опытным путем в нашей ситуации. Это для ваших. Это в вашем месте. Да, да, да. Это не общая программа. У полцентра может быть 50, может быть 20, может быть 30. 80. Это образовательный услуг. Да, это образовательный опыт. У нас такой продукт 40% эффективный контакт. Смотрите, 40 эффективный контакт, окей. Я не хочу, чтобы они сгорели в моем контакте. Что это значит, что они между сгорели? В колл-центрах, продающих колл-центрах особенно, хотя бы в любых колл-контакт-центрах, 100% текущий складок. 100%. Это значит, за год полностью меняется. То есть, кто-то остается, кто-то уходит чаще, но средние 100% текущий. У меня текущий график. Я не хочу их, ну, чтобы не гореть. Они просто устают, да? По-разному, да? Понимаете, да. В продажах вообще получаю небольшое количество отказов. Ну, по большому счету. Получаю небольшое количество отказов. Это очень тяжело. Быть непризнанным стариком. Вкусной бал, я иду через весь зал. Там девочки стоят кучкой, я хочу кого-то пригласить. Я иду, я думаю, все на меня смотрят, я приглашаю на танец. Это травма, это травматический опыт. Отказ, это травматический опыт. Мы тренируем получать отказ. Я когда тренирую протосов, работаю командами протосов по уровне, я объясняю. Чемпионов, соберите, что отказов. Переверните, да? Потому что не получайте эмоциональную проблему за отказ. У нас есть конверт. У нас конверт высокий относительно. 6% У нас хорошая процента. Но если выше, то 60% 6% То есть, смотрите, умеешь показать. CRM-система показывает нефигарные машины звонки. То есть, эти 40 на танков, они распределены в определенном образе. На основании этих показатель. Видите, смогут другие показатели. На основании этих показатель в Лингву. Что я знаю? Смотрите, у меня конверт выше 6%. Там 7, 8. А количество звонков меньше. Что это значит? Не хотят. Количество звонков 40, конверт меньше 6%. Не могут. Если не могут, то нужен тренер. Нужно объяснить. Нужно сесть в него дело и объяснить еще раз. Нужно сделать симулятор. Пусть позвонят мне, пусть позвонят танец покупателя. Что-то не так в процессе. Не умеют. Меньше 40 контактов делают. Делают меньше 40 контактов. В чем проблема? В чем сложность? Сложность листит. В чем сложность? Сложность следующая. Они нет мотивации. Не хотят звонить. Прокрастинируют. А, я сейчас пойду. Я куплю кофе. Я еще что-то сделаю. Еще что-то сделаю. Они не хотят звонить. Исходя из этого, я всегда знаю. Смотрю. Открываю сервис систему. И сервис система говорит, что мне и Андрею делают. Делать педрее или повышать мотивацию. Ну, очевидно, да? Получается. Что мы еще мерим? У нас есть много разных показателей. Кросс комбинации по продуктам. Как от сел происходит. Работает здесь с подсказкой. Допустим, мы угодим новый продукт. Делают подсказку на новый продукт. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в принципе. Работаем. Отличная ситуация по новому продукту. Задачи довольняются. Съемлемо затягиваем. Мастера форта. Отлично подтягивает задачи. Долго в других направлении. Отлично. Поздравляем своим годом. Какая реакция. Получаем эмоции. И мы считаем. То, что мы считаем. Один из показателей. Варьбопрофициент температуры. Мы как это называем. Один сенс. С одной и той же базы данных. По флотному продукту. Какое количество в деньгар может собрать. Оно показывает, как работает со скидками. В некоторых ситуациях скидки не эффективны. Я не буду в Италии там много, наверное, о каких-то вещах рассказывать. Но. Все основывается. На информации. Полученные из сервера. Все управляющие решения. У меня такого. Я пристроил книгу. Вот так нужно попробовать. Или нужно вот это сделать. Или вот это нужно попробовать. Я стараюсь разъявляться. Но я всегда смотрю. Ага. Где слабая точка? Где эта слабая спинок? Что же мы потянули? Класс. Приоряется сильная сторона. Откроется видеопродукт. По дому продукту. Конверт вылазит там 12. И я понимаю. На следующий год мы ему обязаны повторить. Классный конверт. Что значит? Маркли. Классный руковод. И тогда, пацанами, в марклине прилетает бонус. Какая террая была? А? Терра-стоп. Терра-стоп. Ну у нас есть самописная CRM одна для образовательных продуктов. А здесь вот эта штука построена была на терра-стопе. Да, пожалуйста. А эта система у вас была, условно говоря, всегда? Или вы переходили на нее? Потому что, ну очень важный вопрос. Как правильно интервьюировать с моделью мышления на зарабатывает компания, зарабатывает мы, на мы должны соответствовать качеству. То от этого зависит наша... Это ж разные абсолютно как... Это разные люди. Это разные люди. Еще раз говорю. Разные люди. Это хищники и травоядные. То есть мы под систему подбирали уже персонал. Да. Сначала решили, что будет. Да. Потом с нуля подбирали. При этом, вначале мы ориентировались на хищника. Почему мы зажгли в этот процесс или в эту схему? Потому что хищниках не хватало. Классных продавцов просто вот таких не хватало. Которые впаривают. А! Новые продукты. Они остались, чтобы поднять продукты. Да. Новые продукты. Плюс эти же люди, знаете, ориентированы на бонус, на деньги. Они понимают, что они не долго, не навсегда. Потому что за уловом заплатят больше бонус. Всегда дайте больше денег. Мне ничего не надо. Дайте больше денег. И более того, они хорошие в старте бизнеса. Такой человек нужен любому бизнесу. Более того, мы двух человек продали. И заработали 30% от годового оплаты. По-моему, прекрасно. Да. Да, а рефлюзивного услуги нет. А рефлюзивного услуги нет. Жалко. Жалко, что запретили. Как это работает? Посмотрите, я приведу пример. Позитивное потребление. Какой бонус? Бонус это позитивное потребление. Иногда он работает и инфитивно. Если хотите больше узнать про бонусы, про позитивные подкрепления почитайте книжку карен прайкер выручите на собаку а еще можно вопрос аналогия с шахматными фигурами как эта вся схема называется где-то найти в интернете это моя история это ваше производственное предприятие кабельный завод 45 плюс мастера цехов Андрей нужно обучить их мастерскую навыку программу задачи они присылали программу они все хорошо но у тебя есть 4 часа почему я понимаю если я прихожу туда и рассказываю про мая с брейксом если я прихожу эти люди начинаю рассказывать есть система томаса есть там черные интуиты есть рациональные есть там еще что-то это раз второе я знаю аудиторию они смотрят на людей говорят парень я работаю на табельном заводе столь что ты меня не можешь научить я не знаю что у вас там во мне или где-то там откуда приехать что-то что вызывает уже доверие и в америке это давно придумали шахмат все играют более того они запомнили сразу потому что не знаю к обходят фигуры то все остальное кто и интуитивные этические экстраверты как вы еще смотрели это это запомнить период если мы с этим не работаем а тут они крещились они уууу тут ну оуу сипами на тюма заказывают такой но волосы ну вот правда вот и потом я уже смотрел я когда в сервере мы вот с этим работаем эктеменде в интернете всегда в меня толпают мне толпать Так что я пришлю, когда буду готов. Пока материалов нет. Остальное есть, позицию лидерства есть, что прочитать. Карен Прайк, она выбрала с дельфинами. Дельфины очень умные. Карен Прайк вылечили на собаку в Сан-Диего, в океанарию. И дельфины, как работают с дельфинами? Они бросают мячик, он отбил мячик, дали рыбку. Бросили мячик, дали рыбку. Потом бросили мяч к дельфину, он мяч таки отбивает. Берет рыбу, рыбу не ест. Они что делают? Они колечки ему. Он прыгнул через колечку, дали рыбу. Второй раз, дали рыбу. Третий раз рыбу не берет, колечка не прыгает. Мячик, мячик отбивают. Вот так они работали, работали. Потом собрались вместе дрессировщик и говорят. Слушай, а кто вообще, кто того дрессирует? Я думал, код по такому прийти. Дельфину надоело отбивать мячик? Он перестет рыбу, дрессирует и лежит колечки. Дельфин кучает колечко, ну и кучает мячик, лежит мячик. Понимаете? Дельфин и дрессировщик. Они начали с этим разбираться. И из этого там отбила целая методика, каким образом с помощью позитивного подкрепления управлять людьми, сотрудниками, подчиненными, руководителями, мужчинами и все остальное. Например, дельфин выпрыгивает без воды. Он выпрыгивает и получает рыбу. Как сделать так, чтобы дельфин прыгнул выше? Выше прыгнуть. А? Лучше понятно. Не, а он вот там далеко прыгает. А рыба у нас в бедре. А он далеко вот там прыгает. Полови ту рыбу. Полови ту рыбу. Собственно. Рыбу подвесить. Перестать давать рыбу. Перестать давать. За прыжки. Мы перестаем давать рыбу за просто прыжки. Мы перестаем благодарить за просто прыжки. Он перевел. Понимаете про что? Когда человек делает первый раз, мы благодарим. А потом он становится помолчать, как не надо. Когда мы сказали первое слово, и все... И мама-папа... Все. Вам уже 30 лет, уже мама-папа реагирует. То же самое. Переставать давать рыбу. Смотрите, дельфин не знает. Вы бы перестал, что-то происходит. Да, он понимает. Прыгнул направо, налево рыбы нет. Прямо рыбы нет. Прыгнул чуть выше, оп, прыгку дали. Так. Направо рыбы нет. Прыгнул выше, дали рыбу. Дельфин быстро включается. Раз. Второе. Рыбу не всегда получает дельфин. Но вместо того, чтобы получить... Дельфин, что дрессировщик не дает на представление рыб. Но дрессировщик свистит свисток. Дельфин знает. Посвистел свисток, рыба придет после представления. Дельфин. Свисток значит молодец, значит правильно. Обратная связь. Мы человечные существа зависимы от обратной связи. Я в штатах был. Идем через Невагу. Маленькая передорожная кафе. Один чек работает. Собирает бутерброды. Вот и везде висит звоночек, колокольчик. И написано. Если вам понравилось наше обслуживание, позвоните в колокольчик. Здоровый дальнобой. Я вижу чувака, открытая кухня, который собирает гармон. Он звучит колокольчик и делает так. Обратная связь. Всем нужна обратная связь. Всем нужно спасибо просто. Мы даем рынку каждый раз. Мы даем спасибо. Спасибо дешевле, чем бонус. Но оно не менее важно для людей. Деньги имеют значение на определенном уровне. И вот у человека парнивают с человеком свою кровь. Мы успокаивали за сколько мы даем? 32. Они пишут. Мы хотим 10. Сколько он возвращается? 10. Вот за 10 человек будет работать. Выше его деньги мотивировать не будут. А может делать в 2 раза больше? Будем платить в 2 раза больше. Нет, 10 теперь нормально. Если ваши сотрудники работают чисто за бонус, они перестают быть вашими сотрудниками. Они у вас бизнес-партнеры. А понимаете какая штука? Вы говорите, окей, ты сделал 100 штук, где-то еще 500. А у меня сейчас новый год, мне деньги не надо. Я только пишу. А мне не надо. Потому что ты же не получишь бонус. Нет. У меня январь. У меня по расписанию запонят. Планирование нехорошее. У меня сезон. А не надо денег. Иногда стимулы не ровны. У меня на сахаре был бунт в борщик. Приезжаю на площадку в 9 утра. Площадка не мурно. А что получилось? У нас в жюри была певица Ёлка. Слышали ее? Правда? Правда? У нее был день рождения. У нее был день рождения. Ее поздравили, сделали классный номер. Включили установку. Слез-эффект не попадал в метафан сверху. Метафан да конфетти. Какой? Засыпали все. В 7 утра пришли уборщицы на площадку. Посмотрели. Сказали, кто это разбрасывал, тот пусть и убирает. Но не пацаны. Они действовали, как они придут и действуют в этих ситуациях. Они, подождите, что за фигня. У нас по договору, вы должны убрать это все. По договору, по договору. Включая все, что мы не раскидали, вы должны убрать. Но быстро, а то сейчас позвонили на человек, кто поувольняется. Они говорят, после вас осталось снимать еще 2 дня. После вас, после съемок, закрывают пред спорта на реконструкцию. Мы всех увольняем вообще. Неожиданно. Покидали швабры и ушли. В 9 утра, здесь начинается съемка. Все в метафане. Что делать? А что делать, пацаны? Берем швабры, берем деньги и убираем. Не всегда это срабатывает. Бизнес-партнеры могут выйти из бизнеса. Понимаете вы что? Да, я планирую свой бонус. Я могу пожертвовать свой бонус. Но если все проводят по стандартам, то все работает. Я как-то даю людей сектору поведения. С помощью чего? С помощью показателей, с помощью спиртов. Я знаю, не требую информацию. Многие работают без спирта. Они чувствуют себя защищенными. Люди, пока они не получили бонус, они в него не верят. Вы можете обещать все что угодно. Я это прекрасно знаю. Можно обещать, но потом не выплачивать. Пусть начинается проблема. Начинается вот это. Потом вот это. Потом вот это. Потом вот так. То есть какую-то сумму. А в итоге я не знаю. А может, да. А рабочие тоже скриптуются в CRM? А? Рабочие тоже скриптуются в CRM? Рабочие? Рабочие, которые производственные рабочие? Нет. Естественно, не в CRM. Они же в CRM не работают как в системе. В зависимости от того, с какой системой я работаю, с чем они делают. У них есть четкие порядки действий. Я вообще не понимаю, что это. Это проба, которая управляет? Нет, СРМ это проба, которая управляет клиентами. Это такой большой открытие. У рабочих есть другие показатели. У рабочих есть другие показатели. Вершов, ушов, сработали. Забегая в будущее, забегая в будущее, следующие системы, следующего поколения в управлении персоналом называется Performance Support Systems. Performance Support это система, которая подсказывает, что вам делать. Они уже существуют, это реальность, просто они не так массово распространены. Что такое Performance Support? Начиналось оно очень просто. Чуваки придумали плагин для скайпа, для того, чтобы говорить с родителями. Что придумали? Плагин для скайпа, как с родителями говорить. То есть по скайпу звонят родители, и система подсказывает. Спроси, как у него здоровье. Спроси, как дела, скажи, что у тебя вот это, скажи, что это то. А? Подскажи, ты так появились. О, нет, нет, так появились Performance Management System. Да? Это система. Что эта система делает? Система подсказывает, что человеку нужно делать в данный момент времени. Принцип следующий. Я хочу доехать отсюда, там, до отеля, вот там, в Космополитном. Улица Паскурина 1. Я могу включить карты и посмотреть. Ага, тут направо, тут налево, тут налево, тут направо. А еще. Я могу включить GPS. GPS подсказывает, что делать непосредственно перед совершением действия. В чем преимущество GPS? Первое. Я не загружаю мост личной информацией. Потому что направо, налево, налево, направо я могу запутаться. С GPS-ом нет. Второе. GPS, получается, спутник информации про пробки, она самая свежая. Я совершаю телефонный звонок, я говорю, беда, 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 беда. Появляется новый продукт, он загружается в систему, появляется скрипт. Перед мной появляется окошка. Спроси по вот это, скажи вот это, скажи вот это, скажи то. Подсказывает. Подсказывает, что делать. В Gmail, у вас, не знаю, есть или нет, но у меня в Gmail вылазят варианты ответов. Не вылазит он? В Facebook не вылазит. Возможно, на русском языке просто еще нет. А по клиенту Gmail. С бизнес-партнером по-английски, если мне что-то писать, я не знаю, как это вывести на экран. Это можно, наверное. И в приложении Gmail. Подсказывает, в файл они выложили, там, в вложении пишут. Да, такое есть. А там предлагают варианты ответов. Например, человек написал вот это, вот это, вот это. Оно пишет спасибо. Пишет, там, окей. Пишет, отлично. Если вы пишете, там, начинаете договаривать какое-то время, оно сразу предлагает календарь добавить, на тебя записал. Ну, то есть, вот эти вещи. То есть, фактически Gmail, это как Т9, грубо говоря. Т9 подсказывает какие-то варианты. Вы потом просто принимаете решение. То есть, Т9 просто ужасная вещь. Я не знаю, можно сказать, пострадавшие от Т9. От Т9. Но, по сути, можно смело говорить про то, что это система будущего. То есть, человек одевает какие-то очки или линзы, или что-то еще. Да, и система подсказывает, что ему сказать. Если забегая еще про будущее, то, конечно, это, кстати, домашнее задание, подумать, что будет с вашим бизнесом и с персоналом через 30 лет. Когда роботы захватят мех. Как вы говорили, да, не надо, не роботы. И все остальное. Смотрите, допустим, когда появилось эхо. Знаете, эхо от Амазона? Ну, продукты. Когда просто коробочка стоит на столе, и только ходишь, ты говоришь, я хочу там Попси-Кол. И оно там вот на Амазоне пошуршало, нашло по лучшей цене. Ну, есть твои данные физикой карты, есть там доставка, есть твои там преференции, все сохраненное. И все, потом Попси-Кола пришло. И шло на Амазоне и поискало еще где. То мы говорим про то, что в этом веке уже роботы будут продавать роботы. Не люди люди, а роботы роботы. И они поторговались, уже по всем договорились, и уже все произошло. Когда работает она сейчас активно в рекламе, вы загружаете веб-сайт, что происходит? За это время рекламная площадка сливает вас с СССР, она определяет, ага, мужчина, холостой, 30 лет, выставляет какой-то уровень дохода, какие-то интересы, какая-то страна проживания, какая-то марка машины, выставляет его на аукцион. Другие роботы от рекламодателей делают аукцион в том, что быстро покупают. Бам-бам-бам-бам-бам. Я включил какая-то за 3 цента, а я там за 3,5, я за 4. Да, у них есть настройки, исходя из этого у них есть бюджеты. Да, покупают вас за 5 центов. Когда вы загружали в страничку, а проходит там миллисекунды, вам уже откручивается баня того рекламодателя, который вас уже купил. По сути. То есть роботы продают робот. Люди не убивают их настроение. Люди так быстро не включат. И мир очень сильно изменится. Говорят про то, что... Ну, в тест-бюрингах, который существует, говорят, что искусственный интеллект специально его заваливает, чтобы люди не начали беспокоить об этого провода. В общем, да. Но сегодня мы говорим о людях. Да, пожалуйста. У меня такое, то есть, не знаю, что мне, когда пришли звонить и писали продать паскриптам, но у меня, в каком-то опознательном уровне, сразу это нет. Как выражаете... Когда вам продают паскриптам? Да. Смотрите, давайте так. Если вы определили, что вам продают паскриптам, очень плохой стиль. Хорошая продажа паскриптам, это как макияж. Он незаметный. Хороший макияж незаметный. Девушки не дусовать. Если вы видите, что тут нарисовано, там, лиловое, а тут все, ну, нет. Незаметный макияж. Подают паскриптам, на то, что это, естественно, сколько возможно. А с эмоциями? Я учу продавцов по телефону. Я их много изучаю. Мы, конечно же, там, розы своих, чужих, кого угодно. Потому что мы, там, и МТС, больше и УМС, потом МТС, больше и МТФ, потом ХИТСТАР. Учили всех и разменяли, что мы учим их всех говорить при телефонах. Хорошие продавцы должны передать ремонту. Настоение. Дальше. Они должны подстроиться под вас. Под вашу ситуацию. Если вам звонит, да, ужас. Это еще хуже, чем робобаба в полцентра. Которая отвечает. Нажмите один, нажмите два. Ну, это PCR, или как она называется. Они их называют робобабой. Важно для вас, когда бесит, ужасно. Ну, это хуже, ничего нет. Особенно, когда не можешь позвониться до оператора, и там нет такой функции. Да, да. И когда оператор уже 350 раз за третьему человеку рассказывает, что делаю, или что-то еще. Ну, это тяжело. Ну, то же самое. Начал плохой скрипт. Смотрите, в этой ситуации мы делаем человеку, мы стараемся, чтобы он был обречен и успех. Причем 5-6% наверх. Если падает наверх, значит надо менять скрипт, значит надо менять продукт. Я не просто понимаю, что есть проблема, с этим не работать. Я понимаю, где именно я работаю. Понимаете, что? Сотрудник хищи. Волк-волк три. На паре другой кунок. Вперед, мой чемпион. Он не делится методами продаж. Он держит все секреты. По цветам продавать. У меня есть мой стиль, у меня есть мой стиль. Он идет по рынку и подглезается, и приносит вам какие-то мяки. У него есть поистрия, то есть какая база данных. Он переходит в другую компанию, что он забирает с собой первое дело? Внизу данных. Помните, было не то такое? Пришел метод по продажам. Продал все, что было в магазине, продал все, что было на складе, продал все, что было у партнеров, продал все, что было у конкурентов, продал базу данных портал. Продал начальные каталоговые, продал здание янодареи, потому что был очень хороший менеджмент по продажам. Они работают на себя. Вы Даня dando бизнес-партнеров. Бизнес готов платить много таким людям. Почему? Готов бы заплатить миллион долларов в бонусах. Конечно, да. Человек принесет бизнес создав на 100 миллионов, вы заплатите им процент за 6 дня. Здесь не много долларов. Столько, сколько угодно. Таких хищников не так много. Таких хищников не так много. В моей ситуации, мы к этому пришли, не было хищников. Значит, нам нужно бизнес вот таким образом. Кто может работать в такой системе? Любой меняемый человек. Как его научить? Поддерживаемая пошага. Маленькая победа, маленькая рыба. Мы проживаем время вместе с ним. Все, он потом выключает остальные. Он потом выключает остальные. Если проблемы с кадрами нет. С этими кадрами проблем нет. И к нему. Выходите, берите. Если проблемы с продавцами. Я ищу 14 лет талантливых продавцов, которые продают образовательные продукты. Как я попал на телевидение? Четыре с половиной часами я собеседую. Потом говорят, у меня есть один вопрос. У меня есть один вопрос. Почему я? Знаете? Почему я? Потому что у меня не тот опыт работы на телевидении. Почему я? И Владимир Владимирович Бородянский говорит. Очень просто. Люди, которые могут сделать этот проект. Их всего в Украине десять человек. Шесть работают у меня. Четыре конкурента. Они все у меня в телефоне. Нам легче взять человека, у которого есть подходящий образ мышления. И научить его телевизионным штукам. Чем вообще ничего не делать. Потому что нужны люди. Потому что рынок растет. В 1994 году. Почему девочный переводчик становится HR? Вдруг. Потому что речь взять человека с английским языком и научить его HR. Чем взять человека и учить его и английскому языку и HR. Потому что таких специалистов нет. Компания YEPAM. Знаете YEPAM? Антишная компания. Открывается в Софии. Перелезает ленточку. Мы хотим нанять тысячу разработчиков. Какой-то они понимают, что в Софии нельзя нанять тысячу разработчиков. Потому что в Софии всего там пять тысяч разработчиков. И в них так сцепились другие IT-компании, что на рынок просто нет людей, которые хотят работать за... Нет тысячи людей, которые хотят поменять работу. Просто не хотят. И вам небольшая память. И они пытаются это решить. И они понимают, что пока люди вырастут, пока их научат, пройдет огромное количество. А бизнесу же надо сейчас. Они же понимают. Всегда надо на вчера. Окей, двигаемся дальше. Мотивация. У нас был вопрос по мотивации. А есть еще один важный момент. Перед тем, как мы говорим про мотивационные модели. Три разрушающих убеждения. Убеждения. Очень важно. Три разрушающих убеждения. Эти убеждения разрушают мотивацию. Если у вас есть у сотрудников одно из трех или больше убеждений, никакие бонусы, никакие мотивационные истории вам не помогут. Эти убеждения разрушают эффективность, разрушают мотивацию. Убеждение номер один. Мои усилия, мою работу, мои результаты не замечают. Я замечаю. Я делаю, 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 но это не замечаю. Я готовлю обед каждый день. Мама старается каждый день на всю семью. И все ели ушли. Разрушающие убеждения. Я стараюсь, 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 бот пришел, не заметил. То, что я делаю, не замечаю. Никто не обращает внимания. Я пришел вовремя в понедельник, в повторник, в среду, в четверг. Всем все равно. Буду я стараться прийти в следующей неделе вовремя? Нет. Это никто не замечает. Всем ба-ба-ра-бам. Работаю с клиентом в производственной компании в селе. В селе очень много опознаний, чтобы понимать. Я там корову выгонял, я там это, я там то, это все. Я там сарай чинил. Опознаний минимальное количество директора. Как вы говорите, что происходит? Это очень просто. Генеральный директор приезжает на проходную к 8 утра. К из 15 и 8. Становится на проходную. И со всеми здоровается. Те, кто приходит до 8 утра, он говорит доброе утро. Те, кто приходит в 8, в 01 и дальше, он говорит добрый день. Ни штрафов, ни выгоров, ничего. Но что знает подчиненный? Когда бы они не приехали, он там будет. Я не знаю, что он лично отметит. Он лично знает себя. Лично отметит, что этот человек опоздал. Он увидит. Понимаете? Это что? Чашко скучит. Он всегда работает. Да, но первый пункт, первый пункт к тому, чтобы ваши подчиненные были мотивированы к работе. Отмечайте их успехи. Я не зря спрашиваю. Я знаю, что он делает не так. Вот это, вот это и вот это. Брат моей жены. Важно отмечать не то, что люди делают не так, а то, что люди делают так. Это называется переход от управления с указательным пальцем. Вот это, вот это, вот это никто. Переход к управлению с большим пальцем. Молодец, 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 молодец. Я приезжаю на работу за пять минут и вижу, где у них проблемы. Вот это переделать, вот это переделать, вот это переделать. Идите работать. Как это называется? Это новый термин, относительно новый. Пару лет уже называют это чайка-менеджер. Помните, да? Управление в стиле чайки. Чайка, чайка-менеджер. Чайка прилетела, рассказала кому что делать и улетела. Вот так меня воспринимают. Чайка-менеджер. Хороший руководитель приходит, за пятнадцать минут он видит, что люди делают классно. Он обращает внимание. Это самое главное. Внимание самое главное. Главное не подарок, но не внимание. Внимание, внимание, внимание. Харпинская бискидная, харпинская бискидная фабрика. Приезжаем в харпинскую бискидку. Тысячи, не дай бог, там памяти какой. Не помню какой был. Включаемся с боссами, идем через сет. И босс С с харпом, с моим работодателем, с американцем. И он посходит, стоит в линиях. Люди там собирают конфеты. Смотрят, какие бракованные, как мы верим. И он одному из этих ребят, в белом халате, в селе. Похвал, вот еще. Идет так. Сделал. Ну, легкое движение. Фрэнк потом спрашивает, что такое, что это было? Да, ты заметил? Он говорит, ну да. Все очень просто. Этот человек две недели назад придумал классную штуку, которая экономит копания денег. Таким образом, мы можем там, условно говоря, не тратить много времени на сорсировку брака. Автоматически это делать. Просто поменять конструкцию на кондереях. И он же, я держусь. И он же знает. Зачем он это сделал? Он просто дал понять. Я помню про тебя. Ты моя звезда. Ты классный чувак. Это важно. Внимание, 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 внимание. Обратная связь. Помните про заночек. Моим заночек на юге сирия сметил. Мне это приятно. Объект менеджера, который мне там говорит мотивационные речи, нет HR, нет бонусной системы. Просто приятное внимание. Второе место важно. Моя работа не имеет смысла. Разрушающее убеждение. Люди хотят видеть смысл своей работы. Задача такая. Приходите сюда, выносите все стулья, потом заносите, потом выносите, потом заносите. Получаете среднюю раскладку по харькову. Задите работник по работе. Нет. Другие люди долго проработают. Пока не решат финансовые проблемы. У них есть мечта, у них там разгляды. Есть, бывает такое. Есть симпотека, есть маленький ребенок. Бывает так, что деньги – это вопрос жизни и смерти. Вышел новый айфон. Срочно нужны деньги. Купит айфон, уйдет в такой работе. Почему? Она не имеет смысла. Он не понимает, зачем он это делал. Самая рутинная работа, если есть смысл, то человек будет работать. Как мне встретиться в вашем масле. Отличный фильм. Там был такой чувак. Он говорил, я работаю в аквапарке. Я спасаю жизни каждый день. Он видит смысл для работы. У меня встретили медиальной мотивации. И не будучи делать упражнение, но оно где-то таким образом работает. У нас есть упражнение, которое будем делать бумажные самолеты с бумаги. Будем делать бумаги, будем делать самолеты. Первый человек выходит. Первый человек вернется. Группа пошла. Ребята, будем его поддерживать. Гу-у-у-у-у. Классно. Как мне запустил самолет? Первый человек заходит, запускает самолет. Он говорит, классно, все поддерживают. Молодец, блин, такой классный самолет. А можешь лучше еще сделать? Лучше еще. Мы дадим тебе 10 компет. Он говорит, ну да, могу. Чаще всего. Кто-то говорит, да, а кто-то говорит, нет. Ну, то есть эксперимент. Второй момент. Второй человек заходит. О чем он говорился с группой? Игнорирует. Смотрите, самое страшное, даже не критика, самое страшное для человека это игнорировать. Когда его игнорируют, когда его не замечают. Игнорируют. Кто-то в телефоне просто там, в телефоне, кто-то разбивает с собой. Он запущен самолет. Я говорю, ну так, съед самолет. Могут дать тебе 20 компетов. Будешь там? Подмужать. Ну да, нет. Кто-то говорит, да, нет. Приходит третий. Третий человек. Он где-то, смотрите. Он третий заходит. Почему? Он делал самолет дольше всех. Он дольше еще стараться. Он сделал дизайн, там, что-то себе создал. Он приходит. Он в том случае, что он знает. Он знает. А, кому-то хлопали, кому-то нет. Ну, есть какие-то пинтери. Приходит человек, он заходит, я беру самолет в руку. Ты в сконфер, будешь еще самолет в руку? Нет. Это травматический стек. На самом деле. Я делал только что, а тут нет. Даже не попробовал. Я делал упражнения парней по клипсу набирать. Рефлексы. Может, и перететь, да, сейчас? А что это? Это травматический стек. Я не могу тебе повторять на русских условиях. Люди хотят видеть смысл своей работе. А когда вы проводите нарушка энергетического, что пошло, а? Вы проводите нарушка энергетического стек. Да, с менеджером среднего значения стек. Которые работают непосредственно с подчиненными. Я просто хочу показать. Я говорю, не верьте ли у нас? Пробуйте. Ваши ощущения? Ваши ощущения? То есть, да. То есть, да. Как это происходит? Да. Как это происходит? Мы делаем упражнения. Потом мы анализируем с группой вместе результаты. Мы говорим, как это было, что было вздумано. Я приношу свои изменения. И мы говорим, вот смотри, вот когда это произошло? Когда это хлопали тебе? Что ты чувствовал? Вот так. На разных людей похвалать людей, кто влияет по-разному. Мы к этому сейчас перейдем. Теори мотивации. Ну, основной принцип такой. Любой человек хочет видеть в своей работе смысл. Если я вижу смысл в своей работе, я готов работать бесплатно. Волонтеры и все остальное, что они делают? Они видят смысл в их. Иногда они готовы работать, если не видят смысл. Гораздо обученнее и гораздо эффективнее. Мы набираем, мы сейчас вот смотрим, администраторов. У нас постоянно перми нет перекруток. Я вам тоже советую, постоянно смотрите вокруг на людей. И набираем администраторов. Это сервисная должность. Любой может справиться. Платим копейки. Ну, как копейки, а относительно. Средние поры и зарплаты чуть выше, чем получают промоутер, который клавера называют. Работа для студентов идеальна. Да, подработка. Часовые смены. Все хорошо. И набираем стажеров. Стажеры работают бесплатно просто за того, чтобы они что-то научили. У них какой-то опыт. На интервью приходят первые администраторы, которые подаются. Вы видите, какие вакансии приходят? Ну, там то же самое. Ну, какие резюме приходят? То же самое. Приходит, опаздывает. Не приходит. Потом не берет. Друг не перезванивает. Ну, и сразу на групповое интервью. Приходит. Одет как угодно. Вот где у меня там торчат какие-то штуки. Ну, айти-специалисты. Ну, я вот так. Тут это, тут то. Знаете. Вот такой сидит. Что такое в жизни? Да, не знаю. Ну, работа. О чем работа? Да. А тут сайт компании смотрел? Нет. Ну, а что? А как? Ну, ни о чем. За деньги работают. Приходят люди, бесплатно получая стажировку. Хорошо одет, нормально общается, смотрел в вебсап компании, знаешь обмотажах, сделает небольшое исследование, назовет вопросы по делу. Мне перевернусь. Ну, как же так? Бесплатно приходят люди работать лучше, чем за деньги. А ну, ааа, все просто. Человек, который приходит бесплатно, видит смысл в этом. Он хочет развиваться. Дебилы не хотят развиваться. Хотят развиваться хорошие люди. Хотят, на глаз своей, они хотят получать опыт. Они видят одноценность. Деньги не имеют значения. Они стараются. Они хотят у стажеров. Те, кто пришел в работу, он хочет, что он хочет? Работы, что он хочет, денег. Да? Все. Ну, какая работа? Что делать? Скажите, я буду делать. Стажеры более мотивированные. Рабочий процесс, KPI. Стажеры лучше работают. Стажеры лучше работают. Бесплатно мы получаем лучший результат, чем за деньги. Парадок. Ну, это реально. И в этом есть логика. Это как работа. Третий момент. Распределение заданий, ресурсов и наград компаний несправедливо. 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 Ага. Она получает больше, потому что ее ноги длиннее. Он получает больше, потому что он брат жены собственника. Они получают вот это, они получают то, они получают это. Если я считаю, что это несправедливо для его, что я делаю? Компенсирует. 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 Я компенсирую гости. Холдингес Кэм. Покупает агрокомпанию. Не помню в какой области. Покупает агрокомпанию. Стоплендер с холдингом. Едет на машине. Стоит возле дороги бабушка с мешком. Надо помочь. Останавливает. Помогает побудрить мешок. Бабушка говорит. Е, вот из того села. Е, в процессе разбора выясняется, что эта бабушка охраняет поле этого агрокомпания. Она в нем набрала кукурузу и ведет ее домой. Она говорит, бабушка, а как-то вот это же неправильно. Может немного для вас мешок? Надо себе понимать. Надо тем, надо тем. Немного это. Она говорит, ну я вчера была у сестры, я вчера ничего набрала. Это за два дня просто. Это просто за два дня. Норма. Человек не понимает, что он делает. Она представляет, она понимает, с кем она разговаривает. Она понимает. Да, это не случайный вариант. Она не видит ничего плохого. Она видит естественно. Ну кукуруза это естественно. Так было всегда. Это компенсация, так было всегда. Это часть компенсационного пакета. А зарплата предполагает, что ты из поля сколько унешь, это твое. Это ты не украл. Если ты машину подогнал, это ты уже украл. Я расскажу историю в IP-компании. Просто это такое интересное. Да? Есть одна девочка пришла в HR-отделу. И вот у меня жена PR-менеджер. Она все время ест. Она вот там у них отделами выдают разные там кавкеки и так далее. И она говорит, она думает, что это все для нее. Она постоянно говорит, я не знаю, что с этим делать. И вот она видимо какие-то, я понимаю, что вот сейчас она какие-то вот свои вот эти вот моменты компенсирует. Компенсирует за счет того, что халява, да, я могу все вот это вот ем. Ну, это не только в силе, то есть как бы. Да, мы не забираем. Может и забираем, то есть. Ну, может это как бы, да, просто психотип, как бы, которые... Люди компенсируют себе и убьют, посмотрите. Как же она нормально получает? Ну, я убегу. Какой самый простой способ воровства? Воровство времени. Воровство времени. Раньше, да, у нас норма, когда работают люди производства, там 50 деталей в день, 70 деталей в день. Все просто. Сейчас что происходит? У вас работает дизайнер. Его задача решает. Думать, творить. Сколько времени он говорит для вас, сколько времени он думает о чем-то другом. Мы не можем троить ему голову. Если он демотивирован, то он работает на себя. В IT-компании, когда я только начинал, сейчас я чуть-чуть разбираю. Когда я только начинал, что я знал как раз? Я могу стать вот так вот за свой программист и смотреть, что он делает. Но я никогда не смогу понять, он делает работу вообще для меня или какую-то хорошую работу. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. То есть чувак работает? Понятия не имею, что там происходит? Фрилансер. Можно? Вот, как делает работу. Я говорю, нужно сделать вот эту штуку на сайте у нас вот это. Сколько займет премии? Он в месяц. Я говорю, ну могу две недели. Ну ладно, делай. Чувак за 15 минут сделал, все остальное время делает халтур. По-моему, понять нет. Я смотрю у него вот туда и не могу понять. Что это значит? Только работать с его мотивацией. Только работать с его вовлеченностью. Другого осталось понять. Возможности у сотрудника украсть время у компании, украсть ресурсы. Технически не воруют. Он верит, что он на тебя верит, что он компенсирует себе улыбку. А, ну пост понятно. Миссия, шмиссия. Он говорит, 90% миссий украинских компаний заключается в покупке Porsche Cayenne для ее владельцев. Ну, это все правильно. Светлая миссия, светлый пыль. А, ну и ребята в стратосфере. О, у тебя вот это, у тебя вот то, у тебя там машина, у тебя вот там, у меня нет. Ну, вот сейчас я тебе говорю. Что, это лечится? Конечно. Или хирургически? Конечно. Это разрушающие убеждения. Что с ним делать? Что делать, если... Что делать? А у меня есть ответ. У меня есть список. Сейчас. Просто ответы, что вы списали. Делать простые вещи. Пять лечений. Первое. Начинать встречи вовремя. Как ни странно. Если вы начинаете встречу вовремя, вы серьезно относитесь к чужому времени. Второе. Заканчивайте встречу вовремя. Всегда. Потому что вы собрали совещание, есть дата начала, а нет в конце концов. Это ужасно. Я ваш сотрудник. Я пришел к вам на совещание. Вы рассказываете, какие новые идеи у вас и какие мысли. Я в десять начале. Я думаю, в десять начали. Я думал, в одиннадцать закончим. А в одиннадцать оказывается, не закончили. Только начали. Я думаю, так, нужно вот эту чугу перезвонить. А тут я обещал до двенадцати выслательные предложения. А вот эти, наверное, не знаю, что делать и нужно объяснить. Потом двенадцать, тринадцать. Я и на совещании не присутствую, и работаю над тем. Ужасно. Ужасно. Люди должны знать, когда совещание закончится. Встречи должны заканчиваться вовремя. Таким образом я покажу. Время имеет значение. Это важно. Второе. Не поощрять. К этому добавление, давайте так. Не поощрять работу. Не работу в рабочей рейде. Человек приходит, устал, грустный. Я не знаю, я пришел, иди домой. Зарплата сохранилась, иди домой. Мне такие сотрудники на работу не любят. Я показываю. Для меня важна эффективность. Если ты не будешь только работать, то ты можешь. Зарплата тебе сохранится. Если человек неделю будет обходить, и неделю будет ездить дома, то если бы не мы, как бы, на ряду попрощать. Но я подаю сигнал. Присутствие бременного тела на работе для меня не важно. Для меня важна эффективность, важна увлеченность. Более того, когда все вылечены, очевидно становится, когда кто-то не работает. Ну это же вид, да? Это же вид. Третье. Отвлекающие факторы телефона и все остальное. Концентрировать все отвлекающие факторы. Саакашвили нельзя концентрировать. Это неизбежно отвлекающие факторы. Все остальные можно. Тоже самое. Телефон, разговоры, все в определенное время. Мы переносим, мы вновим. У меня, в компании, у продавцов, они не едят во время работы. У них изделия дают прерыв. И ведь не проблема. Устали отдохните. Но во время работы есть иногда. Это учится в такой, в действительности. Я работал на кухне в Швейцарии в отеле. Правила очень простые. Помню до сих пор. Ты готовишь что-то, затронулся до лица, пошел по мою руку. Еще раз затронулся, еще раз пошел по мою руку. Тоже самое. Хочешь поесть? Перерыв. Не проблема. Это не страшно. Хочешь статнуть? Хочешь спать? Хочешь поспеть. Но когда ты на работе работаешь? Почему? Человек, который на работе и не работает, подчиненный отвлекает от деятельности, разголаживает. Я тут пошу, а он, наверное, ничего не делает. А я что знаю? Не хочу справедливости. Я тоже буду ничего не делать. Почему-то наоборот не происходит. Что я знаю? Человек на работе, который не работает, лучше его вынести за пределы работы. В Макдональдсе, кстати, так и происходит. Ничего не, ну как бы. Ты же шел, делаешь онсайд-ворк, онсайд-ворк. Мне надо делать. Чикс, чикс, отбился. До свидания. Ты иди на все эти свободы. Получи компенсацию. Браво. Только то, коли их смотреть. Но те, кто остаются, не пашут. Или агар-кабулут. Выдержал в Макдональдсе? Молодец. Умеешь работать, умеешь работать. В принципе, делаешь какие-то вещи. Уже есть люди, которых разбалывают. Другие работодатели. Не контролируя, не проверяя. Давай второй шанс, даст второй шанс. Мы берем человека, он смотрит, ходит по офису. Потом чекает секс-сизу. У нас начинается движняк. И вдруг он офигевает. Ааа, тут еще надо вот это. А я хочу большую зарплату теперь. Так подожди, ну в самом начале у тебя много работы. Ну много, столько же. А, я теперь хочу больше. Понимаете? Мы, когда платим зарплату, когда человек не делает ничего, мы думаем, это аванс теперь. Нет, мы подкрепляем текущее поведение. Подкрепляем текущее поведение. Мы не можем заранее заплатить. Подкупить. Знаете, что доллара? Работай лучше. Так не работай. Полкуп не работай. Держать слово. Держать слово во всех смыслах, насколько это возможно. И позитивно и негативно. Пообещали бонус, заплатите бонус. Пообещали бонус, не заплатили бонус, человек не верит в бонус. Он перейдет на другую работу, он тоже не будет верить в бонус. Потому что и бонус не держал слово. Пообещали уволить за это. Увольняйте. Вы не только человека испортите, вы всех остальных испортите. А, ну то же он говорит, это он говорит. У меня есть сотрудники, которым приходится объяснять, очень тяжело находить средства, чтобы объяснять, что мне надо, что нет. Я ему рассказываю. Эти договора для меня не важны. Пришел живой человек, работаясь приятно. Да, да, да. Под договорами сидят. Я собираю договора и разбрасываю по офису. Я говорю, мне это не надо, эти бумажки. Почему? Я хочу показать эмоционально, что мне это важно. А, теперь мы поняли. Первый раз. Не всегда эмоции важны, эмоции нужны. Не всегда все нужно говорить ровно, как робот. Бадар, бадар, бадар. Помните этот анекдот? А рядовой Иванов довожу до вашего сведения, что вашему боевому товарищу падает на голову расплавленная олова. Прошу вас прекратить. Так это не работает. Иногда мы используем негативную эмоцию. Иногда мы показываем, что это для нас важно. Когда, ооо, вот так вот. Прямо так. Да, прямо так. Мать. Материца. Нет. Я не материться. Я говорю, показывайте эмоции. Иногда не только агрессируют. Иногда и агрессируют. Они придут себе этот счет. Я говорю, что ты придешь. И я, пожалуйста, убери. Почему это дело? Я показываю эмоции. Для некоторых людей и живут в эмоциональном мире. Если не эмоционально, значит это не важно. То, что ты говоришь, не имеет значения. Если, похоже, как. Мы уже будем так, да, реализоваться. По кончанию. Напоследок. Бонус. Материца. Мотивационная теория. Это можно найти в интернете. Есть книжки. Исследования. Материца. Это не ума. Это карты. Три типа мотивации. Три типа языка. Первое. Что нравится людей? Мотивация власти. Люди власти. Мотивация власти. Что у них в голове? В голове у них четыре вещи. Почему на слайде три? Потому что влияние и воздействие украинскую в плену. Воздействие и влияние. Это в плену. Что такое влияние? Я хочу, чтобы другие люди чувствовали то, что я хочу. Что такое воздействие? Я хочу, чтобы люди другие делали то, что я хочу. Престиж. Что такое престиж? Элементы престижа. Я престижный человек. Я лучший остальных. Стукой контроль. Я хочу контролировать ситуацию. Эти четыре вещи, которые в голове у людей власти. Нефтяная американская компания. Приходит к программисту к ней в 80-х годах. Мы создали систему, которая с помощью формулы кариинского моделирования теперь будет управлять вашей компанией. Она анализирует все данные на фондовых биржах относительно нефти. Она сама устанавливает цены на всех заправках на вашу нефть. Она организует систему пельный воск. Принимает решение, какие месторождения разрабатывают, какие нет. Вам ничего не придется делать. Все будет делать за вас программа. Купите. Ну отличная программа. И семи человек, шесть голосов против, один воздержался. Почему? Отсутствие контроля. Отсутствие контроля. Отсутствие контроля. Какая-то программа за меня не будет решать. Я топ-менеджер нефтенную компанию. Что теперь буду делать? Где моя власть? На что я буду влиять? Вот эти очкарики, их программа не будет. Этому запрограммирует непонятно как. А может кто-то из моих топ-менеджеров, из моих коллегов, подослал, а он биобкер говорит, что делать? Нет. расстроенная программистова. Идук эксперты по коммуникациям. Говорят , что у нас такая проблема. Он говорит, уооооо Ооо ребята. С волками про вегетарианство, да? Ребята. С веганами про партик. Он говорит, поменяйте название программы. Пmaker дайте мне один месяц. Меняем тулненные листы в описании программы. Он через один месяц приходит к этим же людям и говорит, я представляю эту баню какую-то, мы создали программу, что лучше контролировать. Вы будете контролировать цены на всех дежурнителях, вы будете контролировать все ваши месторождения, будете контролировать действия всех ваших сотрудников, начиная от заправщика, водителя бензовода. Более того, этой программе нет ни у кого аналогов или целей на штатах. Через 15 лет вы растопчете, раздавите всех ваших конкурентов. Сына 3 раза больше чем-то, чем главный человек. Естественно. 6 голосов за 1 не держался. А поддержался? Он всегда воздержался. Почему? Потому что эксперт по коммуникации понимает, ребята, профессиональные компании, это хищники, это волки. Их интересует влияние воздействия контроля престиж. Они смотрят на меня, как я могу свой престиж, свой контроль, свое воздействие использовать. Так. Вот так. Программа тоже самое, делает тоже самое, функционал тоже самое, играет даже программу. Подход равный. Второй тип людей. Самые части. Что их драйв, что им руководить. Друзья. Новые друзья, старые друзья, возможность общения, возможность коммуникации. Мы друзья, мы друзья, новые люди, я друг, вы друг, а? Не обязательно. Нет, 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 это наоборот, это люди, они готовы делать трудную работу, мы вместе с кем-то. Мы одна команда, мы Россия, мы работаете вместе, мы все, понимаете, кто у вас на работе есть? У нас есть Арченчик и Олешка и Наташа, и Танцик, и все молодцы. И все такое. Они у нас начинают, мы с ними работаем, на втором месяце, они нас называют ласкатью любимыми, нами. Они празднуют вещи. У нас сегодня большое событие, у нас 12 дней прошло с того, как Анечка вышла в декретный отпуск, и мы тогда вернулся, или мы продали что-то. Они нарезают колбаску, они скидываются, давайте попасть время, давайте пойдем с ними на пиво, давайте организуем вот это, мы просто, у нас же не организовывать. Не мешайте этим, будем организовывать корпоративу. Они не хотят денег, дать им просто время, дайте возможность. Директор компании Bosch, мой клиент, не в Швейцарии, приезжал в спарк, огромный офис в центре Киева, он решил кухню сдать в тубаренды. Он говорит, а не это ресторан? Он мне говорит, зачем мне? Мы платим друдные деньги за квадрат в центре Киева, ну, города Админского, ни о чем. Дают в тубаренды, в седьмой год, офис дают в тубаренды, весь офис его не добить. Ну, как петь, часть людей. Отобрал возможность социального взаимодействия. Да, ну да, это место общения. Это место общения, место коммуникации. Эти люди на работу ходят, чтобы общаться. Почему уходят на работу? Ну, у меня друзья, я не могу подвезти друзей. Ну, как же так? У тебя же там настроение идет в треме. Ну, как же, мы сейчас все днем, мы все днем. Лично. Более того, для них ходят дружицы. Самая большая проблема, вот двух друзей и днерождения в один день. Что мы будем делать, я не знаю. Что мы будем делать, я не знаю. Давайте вместе оправдываем в одном ресторане. Ну, это подруги все, они все хотят обидеть муж. Они все хотят женить друг от друга. Они хотят, чтобы все подружились, чтобы мы все друзьями. Как же так, вы такие классные, вы такие классные. И это сопричастие. Эффективность какая? Смотря, как вы меряете эффективность. Эти люди, это клеи организации. Это клеи. Приходит Марина на работу. У нее есть рабочие показатели. Она приходит на работу. Задится делать свою работу. Говорит, привет, Наташа, как у тебя дела? Она же говорит, слушай, какие-то проблемы. Надо просто документы править. Глоб не открывается. Я звонил в сись админу, он там, короче, какие-то проблемы. Я не знаю, что делать. Я обещал от клиенту. Сейчас, сейчас, сейчас. Алло, алло, Сереженька, привет. Да, я знаю, что будет сись. Значит, я говорю, слушай, пожалуйста, помоги Наташу, очень надо. Вот, слушай, приди, пожалуйста. Ну, хорошо, да, ждут, идем. Вызывайся, сомневая, что нет, Сережа. Выходит, идет, сделаю, выходит, смотрит, бухгалтерия. Проходит мимо заглядывая. Людин, девочки, что случилось? Да, у нас там не скользится, не получается. Все будет нормально. Сойдется баланс. Хотите, я останусь на работу, я вам помогу. Сейчас я чаю, он принесет, и все остальное. Выходит, смотрит из вашего кабинета, выходит, грустный, там, начальник, я делаю продаж. Там, стакан, вязает, кидает, к ужас. Впереди, Саша, ну, что случилось? Да, короче, пошли, все, блин. Не, не, успокойся, все нормально, понимаешь? Слушай, какой период сейчас, проблема с продажами, всем тяжело. Ему тоже тяжело, вреди в положение, ну, ты же понимаешь. Все будет нормально. А я вот как раз, слушай, я как раз купила, купила, эээ, фенос. Фенос, да? Фенос. Я же, да, все распочтаю. Ты, конечно, купила, да, на недраждение. У меня это что-то, я с другого на недраждение. Я все понимаю. А давай, все будет нормально, все будет хорошо. Он успокоится, отойдет, что беспокоит тебя? Да нет, все будет нормально. Он отойдет, получше премию хорошую дала. Все будет нормально. Она 90, рабочий день закончился, она пошла, помогла тем, делала тем, в угол, в делью пошла, тортика не съедет, вместе остались по субботы. Ее работа, что с ней? Не очень показательно. Ее уволили, что случилось в организации? Все упало, все пропало. Они клеили для организации. Ну, подождите. Это только что и ЧАМ-менеджер была здесь. Нет, она неформальная. Помните, что она была, которая собирала на Путер. Ну, вы такие люди, я будете платить? Я плачу им? То есть, надо... У меня есть немало, я вам расскажу. У меня административный директор такой. Иван, да. Он так беспокоит, он садится, он такой, да, мы поговорим, не сделаем. Конечно, конечно, я вас так понимаю. Да, и ничего. Вообще, вы, у вас уже с ним клиент пришел. Вот сюда. Вот сюда. Ну, наверное, если, допустим, у вас примерно 100 человек, один из них такой, да, наверное... Давайте так, Екатеринбург, есть пропорции, есть профили должностей, даже для каких должностей, какие должны быть. Да. Чуть позже. Давай я закончу по третьему, потом еще по. Просто мы не будем так глубоко. Как у вас глубокий вопрос, правильно? Просто... Ничего не такого, что мы говорим глубокий. Понимаете, просто... Хорошо, широкий вопрос, неважно. Я про то, что надо... Я про то, что времени... Давайте чуть-чуть, да, чуть-чуть я ускорю сейчас, потому что я... Нас просили, значит, ускорить, ускорить. А мы ни разу еще не закачивали. Да, хорошо. У нас ресторан до последнего клиента. У нас поезд 20 клапанов. Идея следующая. Достижение. Достижение. Что такое достижение? Что тебя интересует? Лучше себя, лучше других. Они на работу ходят, чтобы работать. Они будут себя профессиональными. Самое главное – это профессиональное поведение. Профессиональное поведение. Нужно обращаться в профессиональность. По стандартам, по процедурам. Должны быть должностные инструкции, должны быть правила, должно быть развитие. Что я хочу? Развиваться. Чем я буду работать? Развитие, развитие, развитие. Просто. Шаг за шагом. Девис такой шаг за шагом. Я развиваюсь, я двигаюсь, я развиваюсь. Сложные задания. Зачем сложные задания? Помогает мне развиваться. Новая работа, требующая развития. Новое задание, дайте мне новое задание, дайте мне назначение, объясните, как вы уже процедурами, нужно старт. Это люди достижения. Отлично работают сами по себе, ужасно работают с другими. Ужасно работают с другими. Создают результаты. Но людей игнорируют. Люди это достатные неразумения, которые мешают ей работать. Но есть такая. Три типа людей, три типа мотивации, три языка. Как они относятся к критике? Вот эти ребята. Очень плохо. Вот эти ребята, как относятся к критике? Люди власти. Они вообще не допускают, что там может быть. Вы говорите, идет совещание, вы говорите, Сереж, переделай, пожалуйста, отчет. Не очень хороший отчет, надо переделать. Тогда конечно, спасибо, что сказали. Конечно, конечно. Что я знаю? Что Сережа знает? Сережа знает, что наступит день. И наступит час. Когда вы будете наиболее уязвимы. Это может быть в этом году, может быть в следующем, может быть через два года. И я про этот счет вам вспомню. Я скажу, извините. Понимаете, я про этот счет вам вспомню. Эти люди крайне удивляют в той же критике. Я знаю, что у меня проблемы. Я только закупал в две места. Но если ты еще, не дай бог, публично про это не напоминаешь. У тебя большие проблемы. Есть только один правильный ответ. Я вообще молодец. Мой престиж. Почему? Ты атаковал мой престиж сейчас. Правда, ты ведь? Нет. Правда это фигня. Они не верят правде. Они верят намерению. Какие намерения? Это глава престиж. Эти люди верят в иерархию. У вас четыре метра по продаже. Все на одинаковые должности, на одинаковые запасы. Но есть четкие иерархии. Где эта иерархия? В голове у человека власти. Так, этот чувак работает дольше всех. Людиво, он на прошлом счету руководствовал. Значит, он главный. Значит, он старший. Бахан. С ним будем дружить. Этот чувак молодой. Он недавно пришел. Полуман еще знает. Его будем чмирить. И мы им будем повелевать. Им будем руководить. Этот чувак. Он где-то... Он вместе с ним пришли в компанию. У него нормальные результаты. Под него я буду топать. Четкие иерархии. Один, два, три, четыре. Рейки каждый день меняются. Знаете, таблица результатов. У них она в голове существует. В реальной сентябре. У них голове дает. Критики строго негативные. Кризик власть в негативе. Они сами знают, где у них проблемы. Вы не упомянули публично, что у них был плохой учет. Они это оценили. Они это поняли. Вы сохранили импрестиж. Они ваши должники. Как эти люди смотрят на критику? Они воспринимают ее лично. Сереж, слушай. Там учет нужно переделать? Что я делаю тогда? Нет, отчет. Ты сделал мне так учет, он переделал учет. Слушайте, а какие-то проблемы. Мы, люди, грузья. Не, не, отчет. Все нормально. Отчет нужно переделать. Слушай, ты обиделся, наверное, что я не пришел к тебе за на движение, потому что у меня было воспаление легких и две ноги поломано. Я поэтому... Все нормально. Ты делай отчет. А-а-а, я понял. Что-то произошло. Что случилось? Расскажи. У меня все нормально. В семье что-то беда. Нет, нет. У меня в семье все нормально. Да, да. Я вижу, что ты такой злой, потому что у тебя все нормально. Конечно. Давай. После работы, они так по мне, пойдем на пиво, ты мне все расскажешь. У меня все хорошо. Переделай, черт. Слушайте, он такой злой, что с ним произошло? Кто-то знает. Чего он такой? Ну, почему? Все воспринимает лично. Все воспринимает лично. Как достижения относится к критике? Люди достижения. Они, они и просят. Да, пожалуйста. Как вы понимаете, что я соучастливающее взаимодействие? Взаимодействие, да. Очень просто. По-дружески. Они назвали вас уже своим другом. Вы про это, мы-то не знаем. Но в их голове и в их друзьях. Они все, что они будут делать, будут делать по дружбе. Нужно переделать учет для друга. Друг расстроится. Друг моего друга расстроится. Для них это понятно. Нужно переделать учет, потому что это работа такая. Да, работа. Работа не существует. Существуют эмоции. Существуют отношения. Существуют друзья. Это реальность. Все остальное это выдумки. Для этих людей реальность, что реальность, правда, истина. Они верят в правду. Они молят от критики, а негативы. Существуют отношения. Здравствуйте. В 16.53 в четверг я отправил вам копию своего отчета. Была ли у вас возможность его рассмотреть? Да, да, хороший отчет. Необходимо ли что-то исправить? Нет, нормально. Пойдем. Может быть, есть какие-то дополнения, замечания, комментарии, что же учесть в следующий раз? Да нет, ничего не надо. В порядке. Судя по всему, вы не очень компетентны в отчетах и бизнес-показаниях. Вы его назвали. Я удивляюсь до сих пор, как вы могли создать это и стать основателем компании, если вы не умеете читать отчеты. Почему? Это правда. Я не хотел убежать. Я просто констатирую факт. Просто вы не разбираетесь. Потому что явно есть какие-то ресурсы для улучшения. Плюс вот этот раз я не так детально исследовал. Вот этот вопрос, вот этот вопрос. Понимаете, вы не эксперт. Зачем я с вами продавать общение в чемпионате Ром? Что значит я уволен? За что? Я просто обратил вашу внимание. Люди верят в правду. Понимаете, что это? Когда дотяженты общаются с сопричастниками, это всегда сканал, это всегда проживает конфликт. Да, это все уходит в те, что-то у тебя плохое. Я не вижу противоречий. Да, вы, ты брат моей сестры, но твои показатели на 3% ухудшились. Ты уволен. По поводу брата и сестры, чтобы вы не зажут. Да, мы говорили, что. Это антоксинал. Вы сами выбираете, исходя из вашей мотивации, кто вы. И вы понимаете, хотите ли вы сохранить отношения или хотите эффективность. И это вопрос серьезный. Поговорите с супругой, поговорите с семьей, поговорите с человеком. Возможно, человеку стоит сделать вице-президентом по Восточной Европе и отправить в Мандурасу. С той простой целью, чтобы он не платит работу компании. Вы уже у него забрали плат, понимаете, вы понимаете, что это происходит. Мы тоже не грабили вас. Я принадлежу предмет по поводу эффективности, чтобы в понедельник вы поймете ответ, если нет, я не буду спрятать. Но история следующая. Эксперты эффективности. Помните, фотография рабочего дня и все остальное. Эксперты эффективности. Я его спрашиваю. Вы знаете ваши методы повышения эффективности? Работают ли они с запределами производственных отношений? И без плита, конечно, например, во время завтрака, я обратил внимание, что моя жена, когда готовит завтрак, делает очень много лишних передвижений между плитой, холодильником, уходным столом. И я обратил ее внимание на это, и работал в нормальную схему. Я говорю, будешь ты теперь? Теперь я сам готовлю, да? Да. Он говорит, раньше жена готовила завтрак за 5 минут, а я теперь готовлю его за 7. Понимаете, пожалуйста. Я не буду человеком, который может принимать решения относительно вашей семейной жизни. Тут все очень серьезно. Мы начинаем бизнес-родственниками, а по-моему, измекают фрюансов. Бывает ситуация, что люди становятся родственниками для вашей большей процессе. Я уезжаю на трёху, приезжаю, какие новости компании. Кто-то кого-то собеседовал и все. Зажировал, а? Зажировал. Да, да, да. Как порядочный должен жениться. Ну да, да. Я бы влиял на расстановку сил компании, на нюансы, да, на политику, да. Возникают какие-то сложности, да. Сейчас проблем нет, но они могут возникнуть. Какие? Конфликт в семейной жизни, конфликтов в вашем месте. Они развиваются, потому что они не развиваются. Или надо с одним из них расстаться, а как это они? Да, но это не один шаг. В этой ситуации. Нет, если сотрудникам из двоих, которые работают у тебя, там, муж уже не устраивает. А, да? Да, вы просто понимаете, тут опять же, вводите правила. Нет, значит нет. Не вопрос, я вас поздравляю, светлую любовь. Шишу мыши, вы уволите. Без обид. На свадьбу купли. На сам вопрос. Да, конечно. У меня вопрос, как взаимодействовать с людьми власти? Вот есть такая ситуация, когда, например, подчиненный, да, они то ли не улавливают иерархию, то ли, ну, пытаются, условно говоря, лезть на уровень выше, там, ты шо-звон, но не знаем, где он, и там показывают, что он, как бы, главный, да? А что они хотят? Смотрите, они хотят статуса, они хотят внимания, они хотят... А как взаимодействовать с людьми власти лучше легко? Давайте им, что? Влияние, воздействие, контроль и престиж. Таким образом. Первое. Как давать им престиж? Статус. Менеджер по продажам? Старший менеджер по продаже. Зарплата одинаковая. Но статус хорош. Что? Смотрите, это кейс Альфа-банка, там, какого-то, 90, нет, 2000 какого-то года. Семь человек работает, один создает искусственную архию, вводит старший... Переподящий знамя, вымпил... Вымпил, знамя, все, что было. Все, чтобы прийти, они на все обращают внимания. Место на парковке ближе к ней только водитель. Стол в два раза больше, чем утре. У меня есть тумбочка, у кого-то нет. Самый лучший телефон. У кого-то и стовал, нет. У кого-то стовал. Вопрос не за всем. Да, потому что, ну, вот, например, у меня есть такая ситуация, когда есть ощущение, да, что наемный сотрудник, кажется, как бы, ведет себя, как будто он ровня владельцу и может принимать какие-то решения, когда, как бы, на уровне владельца, хотя он не понимает это, как-то, что-то. Ровня это эго. Это эго. Понимаете, как только... Тут не с его мотивом власти он усподел, тут с вашим мотивом власти. Да, нормально. Потому что он ровня. Ну, как, он ровня тоже человек, да, он может принимать решения. Если он выходит за рамки своих полномочий, здесь нужны инструкции, правильно. Вы избил от решения, в следующий раз ты звонишь ему. Для того, чтобы решить ситуацию, чаще всего нужно сделать ситуацию прозвальщикой, прямое непочинение. ты должен позвонить клиентам и сказать мне в конце месяца. Чего ты не делаешь. Что значит? Первый уровень, нет мотивации. Бери трубку и звонить. Да, 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 сейчас он только. Не, не, прямо сейчас подними трубку. Нет, я... Саботаж, он... Не, 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 не саботаж. Он делает, да, и вот... Ну, понятно. И мы говорим о том, что он не воспринимает критику. Но ты понимаешь, что он сделал, но сделал не так. И он, как бы, не воспринимает критику и считает, что он сделал правильно. Как бы... Вот в этом есть такое, или нет. Вы, ребята, тут... Да, ну, допустим, он взял и потратил деньги, там, из бюджета, или тапрессор, что-то еще. И вы, Гугл, как бы, говорите. Теперь, что-то согласуется со мной. Что-то происходит, когда люди, инициатива, выходят за рамки полномочий. Они просто... Ну, это конкурс очень просто. Через согласование с мной. Если второй раз нет согласования, значит, нам нужно вот так. Ну, понимаете? Более того, я гуглал первый уровень. То есть, когда уже произошло, продавайте так. Когда вы, какая-то проблема? Два шага. Шаг первый. Уменьшить проблему. Компенсировать, насколько это возможно. Это три ситуации. Ну, если ничего не сделать. Второе. Делать так, чтобы эта проблема больше не репетала. В данной ситуации превышение полномочий к атлетике. Ну, забирайте власть, забирайте, будет круто проблем. Понимаете, что-то? В моей ситуации, ну, условно, у нас, окей, я приведу, может быть, глупый пример, но у нас такая ситуация. А декомпенсионер, четыре раза ремонтилевый консистер приемный, потому что у него забывают включать. Я говорю, смотрите, пульт от пенсионера будет свет на это у меня. Ну, каждый раз. То есть, я, ну, они, как бы, вот, забывают. Это лечится вот таким вот способом, простым. В вашей ситуации, то есть, как, опять, какой-то виртуальный укол, виртуальное место, но, по сути, любое превышение полномочий лечится тем, что вы включаете элементы контроля, ну, просто, да, здесь учитай, здесь подпись нужно собрать, здесь, вот, я получил согласование. Да, вайдер написать, согласуй. Нет согласования, учиться, так, назад. Если он человек власть, то он поймет, я разговариваю в престиж, что еще это сделать? Там, понижу в рядовые, решу место на форсовку. Да, ну, то есть, все, что угодит. Да, стол заберем. Ну, только когда лично, нет личного. Понимаете, для каких-то людей не имеет значения. А, да, естественно, лично. Все лично, не при других. Ну, чтобы все туда. Понимаете, вы собственник виртуальный. Вы находитесь в самой высокой ценовой иерархии, вы все-таки на маконах, вот, как или иначе. Хорошо в это верить, потому что собственникам приходится делать все то, что не хотят для людей. Но нам нужно верить, что мы слушаем, мы правильно понимаем решение. Вы можете уволить кого угодно. Вы можете угодить их в престиж, можете забрать их в контроль. В данной ситуации будет потеряно всего контроль, и вы за этот диспроходите. Ну, по сути, то есть, ну, вы видите, да? Понятный бахмати, откуда он берется, понятно, на что вы наступили, и мягко собственнику, к сожалению, наступает на мозор. Кто наступает, вот эти, в дистриженции. Думая, что люди поступают правильно, тем самым нарушают эти фирмы. И тогда собственник застает большой пистолет и расстреливает в дистриженции. Кто-то не понимает, что произошло. Поэтому очень мягко, доступно и понятно. Объясняй. То, что ты сделал, ты не совсем правильно, спокойной формы. Я понимаю, пусть его уничтожили. Ну, разумеет, я понимаю, да. Да. А если человек просто старше, но ты ему по трудности должен объяснять это? Это не проблема, это ваша проблема. Проработал в герархиевской фирме, герархиевской фирме, Ну, чувак, когда относится к клиентам, которые приносит деньги, ну, так-то. Объясните, объясните, что он изменил. Какое поведение нужно поменять? Человечность добавить. Это настолько не конкретно. Что значит добавить человечность? Вы злойте человека с ума. На новой почте говорят до свидания раньше, чем какой-то писал бумаж. На новой почте говорят до свидания раньше, чем какой-то. Я вижу в глаза клиентов, чего-то недосказанное какое-то, которые уходят, которые оплатили уже по году. Они говорят, ну, значит, вы поедете или теософ, а он кипят. Количество, ладно, вы же выжили. Вам, 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 до свидания. Ну, понимаете, понимаете, человечность, это очень не конкретно. Что вы хотите, что я сделал? Понимаете про что? То есть, я писал этот процесс? Все, что я говорю. Я же не выдумываю ответы, я же не в скосмос, что вы приходите. Я же живу в какой-то системе определенной. У нас есть данная система. Может, не может. Вам не нравится его поведение. Хочет, ну, может быть, мы не знаем. Но если не может, на одиночке, хочет, нас не интересует. Вы можете таким, стиль коммуникации, вот, инструкция, добавить человечество, но вы смеетесь. Молодой человек, что вам принести? Официант приходит. Он вас первый раз видит, он не знает. То есть, сделайте мне праздник. Добавьте человечество. Я не понимаю. Я работаю на телевидении. Да? Там это проходит. Показывает номер. Чувствуете в вашем номере ранее пришедшая осень? Чувствуете в вашем номере. Покажите ось из вашего номера. Понимаете просто? Конкретно, конечно, человечество. Покажи-то на своем примере. Покажи-то радио. Это было человечество, это было нечеловечно. 20 картинок комиксов. Человечно-нечеловечно. Человечно-нечеловечно. Дождись, пока клиент говорит, потом говоришь до свидания. Это конкретно, понятно и определенно. Клиент начал говорить. Замолкаю. Молчи. Терпим. Дошел до точки, пал в разговор, до свидания. До свидания. Да? Тогда мы человечество. Вы понимаете, что? Дострукты, деструкты, деструкты, деструкты. Окей, вопрос. Коллеги, мы сегодня очень концентрировано выделили какие-то вещи. Давайте так, я портался упростить для того, чтобы больше вместить, скажем так, в сегодняшний день. Ответили мы, например, на вопрос. Например, мутилация, гиндляния мутилации, его инструкция. На сегодняшний день остались у кого-то еще какие-то вопросы. Сейчас, в основном, где ты спонишься? Да. Сколько нам? За два раза. Закон, не радуйся. Не радуйся. Это не наш рискочек вообще. Это вообще не наш. Это тоже важно. Это загадки. А молодцы, молодцы. Давай. Это не молодцы. Ужики. О-о-о-о. А, HR. Какой HR вам нужен? Профариваю HR. Да. Отлично. Что-то такое. Вам, на самом старом, нужен HR, человек власти. Нужен HR, человек власти. Место причастия, которое любит людей. Бизнес на стадии 5-7 лет с оборотом на 1 миллион, 2, 3, 5, 10 все еще думает о своем выживании. Большие корпорации думают о процессах, о транзакции. Бизнес, небольшой бизнес, третий бизнес, бизнес нашего уля, ориентирован на выживание. Вам нужен HR, человек власти. HR станет вашим взводным сержантом. Вам нужен HR, который станет настройщиком в рояле. Задача настройщика в рояле какая? Вы приходите в рояле, настройщик приходит и делает так, что в каждой клавише соответствует струна. И нажимаешь на ля, выдает ля. Нажимаешь на соль, выдает соль. Это делает настройщик. Вы пианист. Вы садитесь и играете на рояле. Вызвели стратегию. То есть так, ребята, отрываемся на соль, тут запускаем продукт, тут делаем вот это. Я хочу маркетинг. Я хочу в пять месту, а что в этом продукт? Вы нажали на маркетинг, должен звучать маркетинг. Вы нажали на маркетинг, какая-то фигня получилась, тут фигня получилась, тут подвели, тут подвели, тут подвели, тут подвели, это не работает. HR вам нужен не такой. И не сопричайся. На этом уровне развития бизнеса. Человек власти. Бизнес станет больше, бизнес станет транзакционным. Транзакционный, когда вы управляете только на основе показателей. Тогда вам понадобятся вот такие парни. люди, которые любят людей, они склеивают организацию. Но вот такие HR, они будут мягкие, они никогда советуют, директоров не объясняют, что им надо. Их раздавят. Директор по продаже, финансовый директор, и вот этот парень, который, вот мы так любим людей, надо сделать вот это, сделать вот это, а корпоративные праздники так придумывают, мы добываем шарики. Денег нет, остальные кризис, какие шарики. Вам нужен человек, который сможет постоять на себя. Вот профиль вашего HR. Двияния, воздействия, контроля, престиж. Бренд работодателей на престиж. Престиж вашей фирмы, престиж вашей организации. Этот человек будет контролировать ситуацию, контролировать ваши предприятия. Он должен разбираться в специфике производства и так далее? Он найдет людей, которые за него будут разбираться в специфике производства. Он должен уметь на немать. Я с вашей фактики, я готова, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, Смотрите, есть много, много, а разные. В среднем, мы говорим сейчас, о цифрах 50 человек. То есть, на каждые 50 человек, нужно на дельначале. В долине, в ИТИ, было 72. Сейчас эта цифра увеличилась. Почему? Потому что большинство плановых десекторов растет, нужно больше ресурсов. Но в седьмом году цифра самая прогрессивная, скажу так, самая прогрессивная часть сообщества, в среднем по полиции, была 72. Ориентируйтесь на 50. Если вы сами выполняете все-все функции, АЧАР вам не нужен. АЧАР нанимать тогда, когда есть остальные академики. Вы можете с нами справиться, и с нами, линейные менеджеры справиться со всем остальным. АЧАР нанимать. Не обязательно. Перепробовали всех на рынке, они думают, что это стоит, но ничего страшного. Иногда им есть смысл никого не нанять, а чем нанять, кто попал. Если хотите, готовы экспериментировать, нанимайте, пробуйте, разбирайте. Но по сути, вот это пробит вашего рычага. Про мотивацию мы поговорили, посмотрели тоже про проективность. Про активность рождается там, когда инициатива обошляется. Я прихожу к новому проекту, у меня новая идея, он делает вот это. Отлично, молодец, возглавишь проект. Теперь у меня двойная работа, в те же деньги. Спасибо большое. Я больше с теми не пойду. Я уже перелаю. Спасибо. Создание атмосферы безопасности для людей, которые принадлежат новые идеи. Про активность зависит от мотивации. Человек сам по себе проактивное живое существо, но быстро учится. Меня отучили предлагать, я не буду больше. Я веду совещание, и говорю, а, кстати, я предлагаю вот это так. Андрей, а вас лично никто не спрашивает? Я услышал. Я внушаю. Я внушаю. Я внушаю. Про активность и нужные условия, но рынка фарм. Возможность менять в себе на время, я пришел к вам свои идеи, я внушаю. Все новые идеи мы снижены. Ваша задача просто доходя. Важная задача просто направлять. Вообще-таки интересно, есть слово руководство. Руководство, по сути, как слово, есть по-минжкам в лидерстве. Но лидерство это все-таки не управление, а что-то другое. Есть слово управление, которое лошадь. Управление это менеджмент, это слово. Есть слово руководство, и руководство это длинное отражение слова манипуляция. Потому что манус это рука, а фулут это двигатель, латвый, и руководство это нощие к рукой. А украинское слово корев็ность оно означает в любую, оно в керунiveness, направлении. Керунет по-кольски направлении, а по-украински не направлении. И керун cyclimEN означает направлять, указывать направлении. Теперь смотрите, любая концепция имеет моменты на жизнь, имеет право на существование, здесь мы манипулируем буквально, а вот здесь мы направляем, просто указываем направление и попадаем в виду нового центра. Самые классные управленцы, они управляют меньше всего. Владимир Карасов говорил, что самый классный менеджер это для моего ребенка. Вот что за бред? Он ничего не делает, он что тебе принесет? Вот это, вот это, вот это, вот это, понимаете? Самый классный менеджер, почему? Он управляет меньше всего. Да, удачи, все, мы уже, чтобы не задерживать вас, понимаем, фуббота, планы и все остальное. Ромиссар забрали еще. Да, давайте. Смотрите, у меня предложение какое? Да, еще какие вопросы, чтобы мы не досмотрели. Просто, знаете, коллеги, у меня предложение следующее. Мы сейчас формально закончим, отпустим тех, кому же надо бежать. А я еще что-то ютуб, еще заобщаемся, и я максимально, да? Все классно? Да, 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 да. Да, 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 да. А, напоследок, хотел видео вам показать. Видео, да? Видео, да. Видео, да. Видео, да. От мужчины. От мужчины. От мужчины. А, есть кто-то. Ну, только давайте, я понял, вы решили, что это. Это самое, запостите персональный ассистент, 50 тысяч реализаций и развлекательство. А, нет, да, да, да. Ты там не застал. Давай, в девушку. Ты куда мы планируешься? Может, что-то адекватное. В сенстане, в должности, аналитики габара. Все, дальше немного. Ну, все понятно, да? Телефон. Вот хотите заберем в дудни, поставьте в дудни. Ну, что ты в субботу вечером все получал? Что ты думал, да? И мы на этом чутоле? Падыш, я работал, чтобы не было шутки. Не-не-не, что, там временно перемещенные люди, все как раз. Да, Стошина. Хвойский рубежи. Участие в вольтоне потребности временно перенесения. По кому-то. По костюме. По-моему. Красный вест. Ну в принципе интересный. Нашли вест, если не выехал. Английский L11. Ты сто написал по-русски. Зачем я вот сказал на английском. Неretizando интересно работа с сетей интернета. С спортом? С спортом? Интернет-спортом нет. Обязательно. Есть категория C.I.T. Заточен плач. И сказать, Артон Леонид, чем ты думал? Что у тебя было? Он один тистор с вами всем. Да, да. Понимаете, вы констерминируйте чуть-чуть. Ну, послайте. Да, в общем, Вы понимаете теперь, да? HR самая лучшая профессия. Когда скучно и будет, читать мне все люди. Где он? Там. Звука нет? Вот так. Звуки. 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 Переходи. Звуки. Продолжение следует... 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 но я подсказку с этим человеком я не знаю я это понимает это понимает понимаете это дает вам возможность переключаться ага это чувак он хочет новое задание я думаю новое задание он говорит сразу да ага я был прав я думаю новое задание он говорит нет почему я я вот кто мой работаю делать наверно я ошибся наверно я не верю что другое люди рады спасибо большое за сегодня я стоит и мы только здесь еще кто хочет мы продолжим мучение закончим с тем что мы не закончили я стою сказать в процессе управления в процессе работы у вас остаются вопросы пишите с первого раза невозможно удачи хорошего настроения денег нет но вы держитесь суббота остатки субботы все ваши отдыхать они с вами строили воевали они у меня другая область я хочу построить структуру соответственно где каждый видит винтикок а не каким-то рычагом соответственно люди должны выполнять маленькие такие как обезьянки вот они должны выполнять маленькие маленькие курсы и все смотрите не повышая зарплату автоматически пропорционально производительности вам нужен ресерс а вдруг потом все упадет а вам нужно будет тормиться за счет вам нужно будет вот жир для накопить видите это такое жир для жир для жир для зима будет дешевле понимаете то что если вы с ними в моей ситуации скажите вот эти первые 5 они с вами строили воевали они уже умеют они лучше чем тот 6-й умеют потому что они уже знают где что и как и где брать где штуковать и где брать как его включать и как с ним работать а того еще учить надо будет но рынок изменить если люди работают летарно то не надо им просто так зарплату повышение это серьезный инструмент ну в принципе ну по большому счету ну это серьезно используйте его как-то особенно да используйте сделайте какие-то социальные если я человек власти плюс там тысячи гривен захватят вообще ни о чем но сделайте меня верховный шрифовальщик понимаете я же хочу прийти на встречу выпускников и тебя спрашивают на встречу выпускников а кто ты такой а я я полный шрифовальщик я там кто-то понимает минутки бывают а я вам директор я это все смешно а вы не смешно это не смешно хотя это не смешно понимаете вам нужно понять что их драйв причем на разных людей то по-разному вас нравится проверить то пределы кто-то власть а кто-то сопричастник а кто-то у вас вообще работает ну понимаете хорошо вы вместо того что получать каждому сплату на тысячу гривен вы на тысячу гривен просто тортик купите и любите с ними чай и это будет полезно деньги без конкретного с тортик а за другого нет понимаете про что то ваш ребенок ходит с вами время провести а вы знаете 100 гривен виселиг вы вас удивились папа но он за другого хотят с другими то же самое они тянет внимание кто-то хочет статуса а кто-то хочет дружить а кто-то хочет развития а кто-то говорит мне надо зарплату больше давай купим новый шлифовальный аппарат нет я не мечтаю там я прочитал все что-то там а вы пригласите профессора Йохансера из Швеции который гуру шлифовки и с ним встреча будет и он подпишет ему там шлифовальный какой-то ух понимаете ему будет лучше всех тут же много нюансов как того развивать понимаете если это словом то ему это интересно да а я думаю деньги деньги не мотивируют они травят 15 минут это как ОСД на уровне рынка и оно должно обеспечивать минимальные потребности это само собой база огромное количество людей они нашли работу все дешевле выше зарплаты и вы чего не уходите у нас атмосфера мы же друзья ну как я могу мы же строим мы же общаемся атмосфера 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 экономит деньги кто-то нет атмосфера заработал и получил заработал и получил бизнес-партнеры окружающие честно честно в Болгарии самая большая кейс прошлого года одна компания раскрыла все зарплаты получая все направления и выложила в интернете ничего белого все выложила в интернете смотрите что хотите кто сколько зарплаты они пошли на эксперимент большой кейс во всех конференциях все ждало все в Болгарии не готовы там какие-то они пошли мы убрали все эти сплетни раз и навсегда все прогресс все прогресс были согласны а? хотя нужно согласиться я не знаю этого я не знаю интересно да что с компанией да ничего вы боялись открыть открыли ни с кем не советуюсь и я только хорошо есть есть и кейс тема производства производства где-то в Киевской области он говорит сотрудники умоляют официально их не оформлять я такой чёрт ну как я долго был в Европе я уже не понял ну чё как почему очень просто потому что у них там элементы или ничего они никак вы не знаете пожалуйста сделайте что угодно официально вас не оформляйте да естественно никак это жена посмотрела и говорит не не там это специфика конечно это да сказать что это какой-то другой среди нет она если надо объяснять почему ты они получают десятку, а кто-то там… С его понимания ничего не делаешь. Да, да. В Норвегии вообще же всегда налоги открыты, сколько заплатило. Исходя из ставки, ты примерно можешь высислить, сколько получает. Да, в принципе, по рынку. Если вы работаете на рынке, если вы получите чат, или я получил какое-то количество украинцев, и прийму ребятам, если захотят, они будут посчитать среднее задание, или будут высчитать среднюю. Ну, по большому. То есть, по большому счету, секрета заработной платы особо нет. В HR я делаю три звонка, делаю в трёх HR, они дурят примерно среднюю цену, тут же так. И ходит человек и собеседование. Сколько же хочешь зарабатывать? Он называет цифру примерно чуть-чуть больше процентов, наверное, 15-20, в котором получается рынок. Они говорят, вы имеете право раскрывать заработной платы? Нет, 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 не раскрывайте. В коем случае, мне неинтересно вообще, знаете, как вы зарабатываете. Сколько специалист вашего уровня на рынке примерно зарабатывает плюс мин? Вашей ситуации повышаете за подвиг какой-то. Ну, просто так, это хорошо, никто не окажет внутрь, это позитивно. Что очень хорошо работает? Работает стабильное получение заработной платы. Допустим, вы чеку хотите поднять на плату, там, нормально, в 4000 гривен, а вы ему поднимаете стабильное действие. Да? Ну, каждый месяц, чик-чик-чик-чик. Это приятно, это больше позитивных моментов. Оп, 200, оп, 200. Что еще работает? Работает неформальный бонус, неожиданный бонус. Когда, значит, работает-работает-работает, потом оп, у него падает сумма, но значительно. Да? Потому что, ну, они раздельно должны получать бонусы. Люди-то общаются, и каждый знает. И они не общаются, и ставим свой уровень закладки, и кто сколько получит. Даже не с инженками они обещают. Да, 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 да. У него была такая пища про бонусы. Он собирал бонусы, в самом начале, собирал, там, протестов, начальник отделения. Теперь, пацаны говорят, тема такая, там, 100 долларов, да? Можно пачкать деньги. Кто дает нового, то получит. Кто лучшую идею предможности получит. Запускаем нового. Кто сейчас? Полчаса. А, молодец. Получил. Я дам. Пример работы. Фишка жизни. Бонус получить. Фишка жизни. Деньги сейчас. Понимаете? Любые деньги. Ну, это круто. Деньги, в принципе, интересные. Там могло быть 50, могло быть 50. Да. Примеры. Могу сказать, в тему какую-то у нас сделали. Да. То есть, у одного из наших директоров день рождения. Что подарить, да? В зарплатах 1000 долларов в месяц. Да. Ну, не удивить, там, 100-200 долларов. Давайте, извините, 2-3 штуки баксов. Ни за что же на день рождения не собирался никто. Ну, конечно. Лотерея. То есть, ну, беспроигрышная, да? 100 баксов, 200-300. На одной написано, там, двушка долларов, по-моему, написали. Что вытянешь? Мы эту двушку туда кинули. Естественно, пока он отвернулся, мы эту двушку убрали оттуда. Никто не собирался. Да. Ну, да, он 200 баксов в итоге. То есть, что он вытянул? Ну, его самое вот это вот ожидание. Всем было интересно, да. Запомнил надо было. Да, да. Ну, нужно было усить, аккуратненько убрать, потому что такой билет не выделялся. Что еще хорда? Ну, шанс-шанс, да? Говорили неделю. Полотерение билетов, значит. Что еще хорда? Актичная компания, люди ищут баги. Там идет процесс. Происходит весь. Надо высынуть. По баге. Ну, то есть, будет сейчас проблема. Это сложно. Что происходит? Мы, кто больше дойдет? Да? Мы уважены на стене. Кто больше всех собрал? И что мы делаем? И в самой лучшей команде, у нас есть 100 митинг ежедневно, каждую неделю. Семь команд соревнуются между собой. Команда, которая сделала лучше всего результаты за неделю, она в стах митинге, они участвуют в стах митинге, находясь в челауне. Что это значит? Накидали барбаронов, ну и барбароны, это пуфы вот эти. Поняли, да? У них пуфы. Отдельная зона, отмеченная, туда нельзя заходи. Там стоят безалкогольные макидо, какие-то шоколадки, там вот эти все штуки снеги набросали. Девчонки сзади делают массаж. И они на собрании, они смотрят, то есть генеральный директор сидит на таком стуле. На табуретке, да? На стуле отпускают, а пацаны, да, оттуда слушают. А эти штуки. Ну, 100 баксов в зарплате, никуда никого не проведет. Ну, правда. Пусть нет. Но они драли, что там сидит. Ну, до 1 раз это работает все. Не-не-не. Каждый стоит митинг. За неделю. Одни зашли, вторые зашли, третьи. О, мы же три раза подряд. А мы что зайдем? А мы вас похилили? А мы еще что-то. Они дрались. А вот этот бакс надо посчитать на два, потому что он там серьезный или что-то еще происходит. Ну, люди грубились в процент. Ну, конечно. Понимаете? Они включили. Они говорят, как их мотивировать? Они не вовлечены. Они получают столько денег, они где-либо не регионируют. Правильно. Посмотрите, где они не вовлечены. Они вовлечены, когда они их компьютерно не вырубят. Они не едят, не спят. Они все там. Делать это не трудно. Ну, тот же арт-лимон. Хватят, и там, там, выключали. По субботам они все. На самом деле, это не современная выгонка. Это все переходящее знамя. Да! От переходящего знамени был какой-то там гвардия фарона. Ну, ну... Каждое время по-разному на завал. Конечно. Все любят игры. Я думаю, это в практике. Я просто начал так. У нас будет сделав, что деньги выгибируют. Нет. Это не так. Это супистская истина. Получатый стакан равен полуполному. То есть, есть человек, который за 2 тысячи долларов будет работать хорошо. Есть, который будет работать плохо за эти же 2 тысячи долларов, которые выполняют... Ну, работаем на той же работе. А есть человек, который будет делать ее бесплатно. Лучше, чем их 2. Да. И, соответственно, дело не в деньгах. Про стаканы все равно я не понял. Ну, супистская истина, что полупустой стакан равен полуполному. А, значит, пустой равен полному. Чисто технически не всегда. Полупол. То есть, понял, да, о чем я говорил? То же самое и здесь. То есть, есть кто-то, кто за 2 тысячи делает эту работу плохо, а кто делает ее прекрасно за ноль. Есть такие люди. Поэтому вопрос заработной квадрата, дело не в этом. Конечно, должна быть вот эта минимальная по больнице или какая-то отданная, а все остальное для мотивации, это, конечно, вот эти наши эксперименты. Знамя, похлопывание по плечу, вовлечение там и так далее. Да, потому что это те, которые очень замотивированы. И, ну, им стимуляторы денежные не нужны. Да, да. Но если где-то там обидит деньгами, потому что, ну, жить, типа, надо. Потому что, ну, этот человек ничего не говорит, с ним все хорошо, у него нету проблем, и, как бы, ну, там, не до него. Он и так все круто делает. Потом он перегорает, и все. Ну, если у завода, знаете, как там, за квартиру, за плотки, за это плотки ипотека, он говорит, понимаете, мой стакан густой. А вы говорите, это же то же самое, что и полный. Да, 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 я же говорю, что... Не, это просто к чему, что только лишь думать о том, что нужно повышать заработную плату, и тогда все будут работать лучше, это неправильно, потому что, как бы, это тупиковое. Да, тебе дать тебе миллиард долларов, да, и чтоб выиграть электрические игры вам. Ну, да, это невозможно. Это нереально. Более того, на какой-то уровне, в принципе, не дается к ней. Есть классическая и недовольная система, когда... Да, 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 да. Есть такое понятие, как достаточно. Ну, типа, уровень денег, который достаточно. Золотая тело подскажет довольно. Что это мужик на остановке? Стоит, там ехала, там какая-то машутка проехала, отбил его водой, он стоит, останется, машутка шикарно. Выходит, говорит, Сеня, привет, одноклассник, что ты тут делаешь? Да вот, нас заводят, платят уже, там, 6 месяцев зарплату, все. Нажимают, да, отделить пополам. Да, да, да. Не, не, а что, ну, можно еще... Расскажите ей. Ну, хорошо с ним. Ну, подумал, слушай, надо его наработать. Просто давай денег, вроде как, неправильно, да? Даже не тот человек обидится. Взял, чисто вот, пустая кома, там, просто повесить, как-то миллион. Красная, зеленая кома. Слушай, очень важное оборудование. Сколько я тебе могу поручить? Давай сейчас, без оправдания, где ты номер? Ты графную кому включаешь, да? 15.00, 17.00, вещь там надо быть, очень важно. Сколько ты можешь, нужно, пока, летна кома, все. Ну, ты, шоу, город, не сплачешь. Ну, пупай, ну, симуляция. День права приходит, понимаете. Ну, все, не помню, все нравится. Ну, что с такой... Такой, пушсей, что такое. Понимаешь, мне, в принципе, все нравилось. Ну, пока ты пойми, ты без опыта. Ну, работу делаю я где, да? Я нажимаю кнопку, да? Вот, 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 вот. А ты что там делаешь? Ну, там, ну, не, ну, там, ну, там, ну, да, ну, там, порядка. Вот тебе тысяча долларов. То есть, работаю я один, а, да, как бы. Да, ну, как бы. И так это произойдет. Ну, это же вечная история. Там открыли на двоих ресторанах, все было нормально. Когда, кстати, все было плохо, было хорошо. Деньги не было, строили, пахали. Появились деньги, появились расклады. Как выделились? Система братья грим. Братья грим как писать? Один собирал сказки, второй там записывал. Тут то же самое. Один на месте решает вопросы. На месте работает, там все строит, персонал, там процессы администрирует, деньги, касса, учет. Второй решает. Налоговые поставщики мотаются. Что происходит? Все хорошо, деньги есть. Ты, слушай, что-то, ну, ты там где-то катаешься, я тут работаю с девяти до девяти, да? А ты там где-то ездишь по кабакам непонятно и другим там, общаешься с кем-то непонятно. Я им уже решаю вопросы. Ты сидишь, у тебя завтрак готов, скучен, там три раза гарпун на официантов, сидишь, ничего не нет, а я тут все. И там уже семьи поскучаются, а что ты, а что не вон, а чего это и все. Что происходит? Ну, продавать, надо продавать бизнес. Вариант, конечно, такой. Один шанс попробовать одну неделю поменяться и справиться или нет, но по-любому не справиться. Да, по-любому не справиться, да. Но по сути, тяжело, потому что люди не оценивают работу любого штата. Дима, конечно, вот, ну я. Ну, а вот эти все прекрасные системы, то же самое менеджмент, и всякая такая цифра. Спасибо. Я вам покажу занятость в любой или иной единице в любой процессе. Показываю. Ну, типа, можно оценивать чуть ли не оценишь. А что такое, чтобы пять процентами, по идее, как-то разделить? Нет? Когда начинали, было большая на 50. Но если на тебя операционка, то получи 20. Да никто не покинул для себя. Ну, по-любому. Ну, они обычно делают по-любому. Нанимаются, где вектора владельцев хочет в сторону. То есть, пока мы не найдем себе директора? Ну, надо быть на этот уровень, да. То есть, прописан же. Чего-то, наверное, директор, у него функции. То есть, два издача нести, как они дальше. А мы уже сидим, грубо говоря, в площадке месяц. Максим. Да. Да. Спасибо. Да. Да. Что, сахара? Ну, что, чтобы прожить веки на бок? А, почему в стихле вкуснее? Ну, конечно. Обсуждали. Обсуждали. Такие ситуации отличаются. Нет, однозначно, конечно, лучше. Она не реагирует с пластиком, получается. Особенно на солнце, когда, или что-то еще. Она же реагирует с пластиком. Да. С теплой отельской делой? А? С теплой отельской делой? Да. Ну, более. А, я не знаю. С теплой отельской делой? Да. Ну, мне кажется, просто, это в поле, безусловно, что она быстрее плачется. Потому что там в большой бутылке, вы будете, ну, нау, быстрее плачать. Ну, как просто так. Ну, я потому что, в праве, вот, скупая, да, такая история. Я просто, я не собираю. Я пью пил из Разыстана. Из Африки, из Сингапура, или, скорее, из Аргентины, и вичины. И вкусы разные. Да. Абсолютно рада. Абсолютно рада. Ну, считается, более премиум, если больше. Да. Ну, так. Закреплена привычка таким способом, да. Потому что в рекламе чаще всего используются. В рекламе ставят стеклянку, но главное. Да, да, да. Это же максимум заработки сейчас смогут. А вопрос такой, ну, вот мы сказали, что сейчас должен быть именно человек в акции, правильно? Да, да. Ну, а сейчас, да. Только другой момент. У меня все равно в голове он должен быть все-таки человек власти, там, и процентов на 20 человек, который будет клеем. Конечно, да. Да. Потому что у меня вчера поначалу женщина, которая сказала мне только, явно мужчина. И мы с ней общались долго, полтора часа. И я понимаю, что мне с ней сложно, уже мне сложно. Я вот полтора часа вытягивал ее сам перед собой. Ну, по факту. То есть, и... Ну, почему она должна была быть именно вот этим человеком власти? Потому что ее, наверное, боялись истинно. А то же самое, потому что не надо бояться. Человек власти, он умеет управлять. Он умеет, ну, даже не то, что страхом управлять. Он же во имя... Благости. Да, во имя себя. А он умеет быть тысячелетнее, он умеет воздействовать, умеет просить, умеет вызывать эмоции. Он меня. Это люди еще хамелеоны вызывали. Может, пусть у себя есть там чай-котичь? У него вот это самое. Так. Спасибо. 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 Спасибо.